Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Друзья, всем привет! Привет, привет! Вы посмотрите, кто здесь у нас находится сегодня. У нас в гостях сегодня Диана Галас из Теноси. Вы сейчас очень интересно свидетельство услышите. Я Ольга Онищенко. Программа «Открытое сердце» и Диана живет 4 часа от нас. Это чудо, что она попала сегодня в гости к нам. И сегодня, друзья, вы услышите интересную историю Дианы. И мы назвали это свидетельство «Летела на юг». А попала на север. На север, да. Диана, как настроение? Прекрасно. Готова, готова поделиться. Друзья, все, кто будут присоединяться, привет-привет всем. Просим, делитесь этим свидетельством. Свидетельство будет интересно, может быть и смешное, а может быть и слезное. Яночка будет открывать свое сердце и рассказывать свою историю жизни, так как четверо деток. Последний Давидикому уже сейчас 18 лет родился с синдромом Down и Autism. Правильно? И почему мы назвали так свидетельство «Летела на юг, попала на север», потому что ожидала одно, получилось совершенно не то, что ты ожидала. Хорошо, ну все, мы начинаем наше свидетельство. Кто к нам подключится, мы будем очень рады. И в конце будем рады ответить на ваши вопросы, если они у вас будут. Прошу, делитесь этим свидетельством, потому что истории жизни рассказывать нелегко. Но мы этим делимся, потому что мы хотим поддержать другую маму, у кого, примерно, может быть, такая же ситуация в жизни. Я знаю, Диана, ты немало ночей проплакала, правильно? Поэтому мы делимся нашей волей, чтобы показать, что тот человек, который проходит это сегодня, вы не одни. Мы с вами, мы делимся, мы готовы поддержать. Отслужение открытое сердце мы готовы поддержать. Правильно? И у нас есть веб-сайт Олга Нищенко.com, у нас есть YouTube-канал, и у нас есть уже сотни свидетельств, таких как Диана. Дианочка, будем говорить громко, чтобы у нас хорошо было слышно. Хорошо, давай начинаем. Ты уже знакома с программой «Открытое сердце», ты слышала много наших свидетельств. И я всегда начинаю с детства. Мы начнем с твоего детства. Расскажи нам, кто ты, где ты родилась, кто твои родители. А было ли твое детство вообще счастливым? Как ты познакомилась с твоим мужем? Вообще, на кого ты выучилась? И как же ты пришла к моменту, когда у тебя в семье родился особый ребенок? Мы будем смотреть в камеру, говорить громко, друзья, мы с вами, слушайте нас и делитесь. Здравствуйте, дорогие мои все милые друзья и знакомые. Это очень большая для меня честь. И я очень благодарю Оле за эту возможность, чтобы поделиться вот этим вот жизненным, жизненной историей своей, жизненным путем, которым мне пришлось идти. И как я познавала себя и Бога через все эти испытания, через все эти взлеты и падения. Родилась я в семье верующих родителей, город Рига, Латвия. У меня мама и папа оба верующие. И, ну как нас называли, субботники. Мы хранили с детства субботу, не кушали свиное мясо. И мы всегда, у папы был приоритет. Вот всегда он с почестью такой обращался к еврейскому народу. И даже маленьких нас в субботу вот в Риге после собрания, я помню, он всегда вечером после собрания брал нас за руки и вёл в синагогу на вечернее служение. Да ты что! Да, наш папа. И вот это вот как-то для меня это было так, ну как сказать, я созерцала это всей душой, как вот это вот все такие вот ритуалы. И для меня это было такое, что-то, ну, святое. Так наш папа, как сказать, учил этому всему. Ну, если можно спросить тогда, вы евреи или он просто был расположен к этому народу? Мы не евреи. Потому что я когда вырастала, я слышала только жиды и даже что такое синагога и не знала. А в Холокосте я вообще в Америке узнала. То вы, наверное, ну я такая. Мы не евреи, но папа мой, он соблюдал субботу с юности, и для него это было, как сказать, святой день. И как бы с Библии он это узнал или через родителей своих, я толком не знаю. Но когда он был молодой, и он часто общался вот со своими друзьями-баптистами и песятниками, и они любили подшучивать над ним. Говорят, ну слушай, вот у нас законник пришел. А он так немножечко, так он тихенький, всегда был папа такой, говорит, ну а как вы считаете, лучше быть законником или беззаконником? Ну это такая история моих родителей. И вот так мы выросли. Мы субботу очень хранили, и ну как, для нас это было дорого. Суббота с заходом солнца в пятницу, и значит, с заходом солнца в субботу, и чистая пища. Вот, ну у меня было два, есть у меня два старших брата, и мы, они все счастливые, мы все, слава богу, устроенные, слава богу. Я ни на что не жалуюсь, у нас было прекрасное детство, нам родители дали все, что могли. Ну, как и всегда в школе, мы прошли через, конечно, такое время, когда нас не принимали, потому что мы были другие. Мы были, как сказать, богомолы, и баптистами нас называли, и значит, так вот. Ну такое детство было. Ну, у меня были друзья тоже с нашего собрания, где мы ходили, и я не жалуюсь на свое детство, очень благодарна своим родителям. Вот, и когда мне было 20 лет, мы попали в Америку. Это какой год был? Это был 90-й год. О, вау. 1990-й год. Вот, и мне было 20 лет, и мы хорошо устроились в Америке. Ты вышла замуж здесь или там? Я вышла замуж здесь, в Америке, уже через 4 года. Мне было 24, Юра приехал, вот, через 4 года. Какой штаб? В Орегон, Портланд-Орегон, да. И мы познакомились с Юром уже здесь, в Америке, мы не знались, значит, там еще. Вот, значит, мы поженились в Портланд-Орегон, и у нас пошла семейная жизнь. У нас родилась доченька Эвелина, ей уже 26 лет сейчас, потом сыночек Ароник, 23 года ему. Поэтому третий у нас родился Саймон, 20 лет ему. Ну, и, кажется, у нас все счастье. Бог благословил нас, детки здоровые, все у нас есть, и домик, и работа, и здоровье, слава Богу. Но у меня всегда была такая мечта иметь четырех детей. Ну, четыре, это мое число. Я родилась в апреле, четвертый месяц, и четвертого числа... Ой, поздравляю, скоро-скоро, день рождения. Четыре, это мое, как бы, число. Какого числа? Четвертого. Поздравляю, у мамы, у мамы моей третьего, мы летим в Вашингтон, у меня... Апрель? Да, у меня anniversary, пятого, wedding anniversary, у нас апрель, колон, да. В апреле, да. Так что поздравляем тебя вперед. Спасибо. Будем праздновать целый месяц твои рождения. Ну, и, короче, так, друзья, очень у нас такое время, мы как раз вот переехали с Портленда, нет, мы жили в Кенте, Вашингтон, и в 2000-м уже году мы переехали в штат Теннесси. Теннесси, это четыре часа от нас, мы живем в Южной Королине, и вот представьте, вот такая у меня новая подруга. Соседик, да? Вот подарил мне Дианочку, мы познакомились на рождественском празднике, примерно, да? Нет, чуть-чуть до этого, мы познакомились на женской конференции, которую организовала Лена Никитская, так что, Лен, спасибо. Да, да. Но я Олю уже следила за Олей уже до этого. Следила, вот, спасибо. Вы следили за Олей домой. Вот, короче, значит, попали мы в Теннесси, и, ну, для моего счастья всё у нас было, и дом был, и не было, значит, лоуна на этом доме, выплаченный дом, и работал Юра, я с деточками дома была, мне больше ничего не надо было. Но надо был четвёртый ребёночек. Хотела. Да, хотела четвёртого ребёночка. И ещё до Давидика ещё в помину не было ничего. Я один раз дома вот летом встала утром, ну, как думаю, ну, вот я дома и с детками, ну, что вот мне, как-то я не привыкла, я постоянно должна была на работу идти, и вот как-то мне было так. Чем же я буду заниматься? Ну, вот с детьми дома быть, ну, кушать готовить, всё убирать, да. Ну, вот как-то мне не то было. И мне пришла такая мысль, пойду я учиться в колледж, здесь у меня недалеко колледж есть, и я буду туда ходить, классы брать в этот колледж. Думаю, окей, хорошо, я два раза, два часа в день поучусь, и мне будет хватать и с детьми, и всё. И пошла я в колледж, устроилась в колледж, поступила в колледж и взяла бизнес-класс, вот, на этот бизнес-курс. Я взяла сразу четыре урока, бизнес-класс, и думаю, ой, ну всё, это моя цель сбылась. Я, значит, буду идти на бизнес-декре, бизнес-образование у меня будет в Америке. И, значит, поступила я в этот колледж. А ты там в Риге выучилась на кого-то уже? У меня было образование, какого-то у меня было, картографический чертёжник, карты рисовала, ну, как, дорожные карты. Ну, всё равно пригодилось в вашем бизнесе. Ну, конечно. Ага, ага. И, значит, так, пошла я учиться в этот колледж, да. Отучилась месяц, второй, третий учусь, и потом, раз, я узнаю, что я ожидаю четвёртого ребёночка. Мне не было счастья конца, я такая была счастливая, я такая была рада, что это моя мечта. Мне будет четвёртый ребёночек, я в колледже учусь. Я вся была прямо, я на взлёте была, я на взлёте. И я полетела, куда мы сказали, на север? Полетела на юг, попала на север. Я взяла маршрут лететь на юг, значит, что... У тебя были планы. Да. У меня были планы, такие грандиозные планы. Ну вот, я, значит, отучилась первый семестр. Второй семестр подходит к концу уже, и мне надо, значит, родить ребёночка. И как раз последний класс я вот такая уже, значит, родить надо, всё, я там сижу в классе, думаю, что-то, ладно, уже надо мне готовиться или что-то я чувствую. И да, на следующий день я пошла и в больницу, и родился у нас, значит, Давидик. Ну, Давидик, он как родился, всё нормально он родился, я выносила его нормально. Он родился, всё нормально, но он просто не закричал, вот как обычно деточки кричат после родов. Давидик не кричал, может быть, минутку или две. Его взяли уже, значит, на другой столик, и там его стали обрабатывать, смотрите, а он не кричит. Я стала волноваться, спрашиваю, что такое, почему ребёночек мой не кричит. И там, я смотрю, медсёстры, доктора вокруг него все собрались, как пчёлки там вокруг. Я говорю, скажите мне, что такое, что такое, они вообще на меня внимания не обращают. Я стала очень, как сказать, Юра был рядом. Юры не было там, он не успел. Вот, и, короче, они там, значит, ну, я думала, обрабатывают ребёночка, смотрят, всё хорошо. У меня даже и в близком мысли никогда не было, что с моим ребёночком может что-то быть не так. Но во время беременности ничего тебе не говорили? Абсолютно ничего. Я никаких текстов не хотела брать. Я ни на что не соглашалась, потому что даже если они что-то обнаружат, я не пойду. Ну, ультразвук-то делала? Да, сердечко всё хорошо, стукало, никаких проблем не было. Я просто себе решила, что мне нету смысла брать никакие эти все тесты или ультразвук-то. Я абсолютно ничего не буду делать, если они что-то мне найдут. Вот, и, значит, перевели уже меня в палату, и Давидика привезли, значит, ко мне в палату. Нет, как было, Давидик, он не мог дышать. Ему или не прочистили носик, или что, он не мог дышать, и ко мне его не привезли сразу. Его отправили в Никью, где маленькие младенцы. Вот, и ко мне приходит в палату доктор, и сел за столик, и как-то он так голову опустил, и... Это в тот же день было, сразу. Да. И говорит, мама, мне надо с вами серьёзно поговорить. А говорю, ну, конечно, я же здесь, говорите, что за проблемы. А он говорит, что, вы знаете, мы обнаружили у вашего ребёночка, у него разрез глазок такой, типа, как-то, ну, другой. Ну, а я ему говорю, доктор, ну, а что это за проблема, что у него такой разрез глазок? Это его особенность такая. Ну, что тут такого особенного? И у меня стало нарастать такое, ну, как, негодование на этого доктора, что он, как бы, какие-то претензии имеет к моему ребёнку. Я знаю, что мой ребёнок, он совершенный, у него нет никакого недостатка. Он прекрасный ребёночек. Вот, потом он мне говорит, а вы знаете, мамочка, у него, у вашего ребёночка ещё складка на шейке, лишняя какая-то там, или что-то такое. Ну, у них обычно шейка, как бы, толстая, или короче, или толще, чем у обычных деток, да. Какая-то складка, они заметили. Я говорю, я уже так на него говорю, доктор, вы в своём уме? Ребёнок только родился, у него там везде складки, вокруг да около. Сужая таких свидетельств ещё не слышала. Я говорю, каждая история вообще своя. Ну, это разы не хорошо. Нет, это классно, я говорю, это очень, это очень трогательно, знаешь, Диан, я тебя чуть-чуть понимаю, потому что за третьим ребёнком мне говорили, что может быть даунс синдром, и я помню, знаешь, я никогда этого не знала. Они говорят, пальчики будут покороче, шейка покороче, шейка толще, да, вот разрезы глаз. Да. Я уже чуть понимаю, о чём ты говоришь. А мама, которая даже не знакома с этим, ну, да, точно так же реагировала, причём за складки и разрезы глазок. Ой, слушай, и у него же все органы, всё пальчики, всё, ну, всё на месте. Я говорю, я себе так думаю, ну, чего он цепляется к моему ребёнку? И потом он мне опять говорит, а вы знаете, мама, у вашего сыночка я уже, я уже вся такая вот. Вот, я говорю, если бы мне вот здесь вот что-то в руке было бы, я бы этого доктора бы... Он говорит, вы знаете, мама, у вашего ребёночка подозревается даунс синдром. Я на него такая, как, прям как тигрица, выставилась на этого доктора. И со всеми гормонами после родов и со всем вот этим вот эмоциональным таким... Я наверху, я на самом верху, у меня ребёночек, я самая счастливая. Я сегодня его родила. Но ты его ещё не видела. Я видела уже. Не показали. Я ничего не заметила. Нет, он такой, куколка, ты что? И я вообще ничего не хотела замечать. Даже мыслей не было. Ну нет, даже и мыслей не было. И это... Короче, я вот на таком верху... С юга упала, на север. Я ехала, как сказать, на юг или на север. А потом бум резко оказалась я где-то в сугробах, в снегу всяк покрытая. Вот. И я не плакала, я ничего, у меня этого не было. Я просто... Ну как, у меня большое-большое было шок, ожесточение у меня было на доктору. У меня на докторах было большое-огромное ожесточение. Как так они могли мне это вот так вот в лицо, как пулю в лоб мне забить? Как они так могли? Я только родила, у меня гормоны, у меня молоко, у меня всё для этого ребёночка. Я вся как орлица вокруг этого маленького дитя. А они мне просто пришли или как нож в спину дали, понимаешь? Вот это вот я никак не могла с этим... Они же все профессионалы, это Америка. И у меня было большое озлобление на докторов очень долгое время. Даже не то, что неприятие ребёночка, а просто злость на доктору, что они вот именно тебе это сказали. Что они именно это мне так преподнесли. Ну как ты считаешь, надо было бы лучше преподнести. Просто когда я 7 месяцев была в этой же НИКе, в этом отделении для новорождённых, я слышала, как доктора между собой шептались. И была докторша, которая уже была приписана к моему ребёнку. Она говорила, у этой мамы родился даун-синдром ребёночек. Доктора уже между собой думают, как же эту маму приготовить к этой новости. И я знаю, что даже вот эту весть, как мне уже потом сказала одна из докторов, она сказала, нам очень тяжело говорить вот эти новости маме. Очень-очень. Она говорит, я ненавижу эту часть моей работы. Ты представляешь? И получается, вот это всё зло свящённо в доктору, в итоге. Да, и это мне было очень тяжело перенести. Не то, что принятие диагноза Давидика, а как они это преподнесли. А к тому ещё. Ну как ты думаешь, надо было бы правильно сделать? Ну правильно, я думаю... На третий день или как? Или вообще? Или чтобы ты сама заметила, начала вопросы спрашивать? Ну взяли бы, принесли мне моего сыночка, дали бы мне его... Мне его не давали на руки. Они сказали, что он не может сам дышать, ему надо там проводочки всякие. И, короче, и мне его не давали на руки, понимаешь? И мне была очень, как сказать, ну такая злоба на доктору. Во-первых, почему он мне это сказал прямо так? Во-вторых, почему они мне не дают ребёночка на кормление? Он хорошо грудь брал. И почему они... Мне так казалось, что они просто его от меня отбирают. Они меня отбирают. И просто оно ко мне начало приходить, вот это сознание, что мой ребёночек может быть особый. И это уже меня, как сказать, они украли моего здорового ребёночка. И преподнесли мне такого. Мне вот так в моём сознании оно принялось. И, во-вторых, они его мне на руки не дают. И такое мне говорят за моего ребёнка. А у тебя была операция, или ты просто не могла встать, подойти? Просто это после родов же правильно, да? Да, после родов уже. Я пришла, посмотрела Давидика. Хочу его взять кормить, они мне не дают. Понимаешь? Но почему не дают? Ну потому что... Вот это наизолкене, или аксэджа? Да, только наизолкене. Ну а почему не дают? Вот это мне было очень... И я вообще, как значит, ещё более ожесточилась над доктором. И просто... Получается, они как бы сами сделали хуже, чем могло бы быть. Вот да. Примерно так. Не то, что обречено. Потому что, скорее всего, они сами боятся и не знают, как правильно преподнести эту новость маме. Потому что я думаю, что в наше время люди не обучены, они не понимают, что такое особый ребёнок. И ну зачем творить вот эту всю тревогу? Да, либо просто маме, пускай мама кормит и на третий день сама спросит вопросы. Правильно? Да. Вот так было бы, я думаю, намного лучше. Они мне ребёночка не дают. Говорят, нет, ты иди домой, а ребёночка мы твоего оставляем в больнице. И я говорю, я никуда без ребёнка не иду. Я помню эти дни. Короче, ну такая вот была история. Слушай, ну сердечко внутри у него всё нормально, только дышать было тяжело. Да. Его, Давидику, сделали не кардиограмму, а звукограмму. Угу. Экокардиограмму. Экокардиограмму, да. И они сказали ответ, что у него сердечко отличное. Никаких дефектов нет из сердечка. И поэтому у меня такое ещё боли. Я говорю, ну почему вы не даёте кормить? Он так грудь хорошо берёт, так молочко хорошо хочет. Угу. И не вы через трубочку или с бутылочки? Не помню. Через бутылочку. Через бутылочку, да. Угу. Да. И, короче, Давидика оставили на неделю в больнице. Я пошла домой без ребёночка. Вот такое чувство. Потом дома я... Ну, спать не можешь. Ничего не можешь делать. Потому что... Стресс. Срёзы. Ну, ребёночек. Ребёночек. Ты знаешь, он... Вот здесь он должен быть. Тебе кормить его надо. Тебе молоко пришло. Тебе надо кормить его. Ребёночка нету. Это ненормально всё. Ты знаешь, он где-то нуждается в тебе. И... Пережила каждую секунду, Диана. Ну, рассказывай. Рассказывай всё подробно. Потому что тот, кто не пережил, он не поймёт. Знаешь. Прихожу я, значит, навести Давидика в больницу. И, значит, медсёстры мне говорят так. Дорогая мамочка, мы прямо здесь в больнице, можем помочь вам. Я говорю, чем вы можете мне ещё помочь? Я уже боялась их помощи. Извините меня. Мы можем вам помочь. Я говорю, ну чем? Мы можем вам оформить вашего мальчика social security карточку. И автоматически он уже будет на десабилате. Дорогие мои друзья, я в слёзы. Я в слёзы. Я вот как сейчас помню. Я в слёзы. Он не успел родиться. Ребёночек мой, его уже ставят на десабилате. Говорю, за что? Да. Они мне этим помогли. Они, наоборот, молотком ещё раз по голове ударили. Ну, правильное время надо для всего, получается. С одной стороны, они делают, что они должны делать. А с другой стороны, оно получается одно на другое, на третье. И вот ещё вот так, вот так, вот так. Не знаю, Оля, как это лучше сделать. Вот, ну, у меня оно так получилось. Короче, так, Давидика выписали домой через восемь дней. Он пробыл восемь или девять дней в Никью. Выписали домой. Давидик нормальный. Он кушал хорошо, спал хорошо. Всё он делал хорошо. На лицо ты видела хоть чуть-чуть? Он был куколка. Куколка ничего там не видела. Это доктора, просто мне казалось, они были, ну, им надо было какой-то social service. Вот, он был самый прекрасный. У него ручки и ножки. Такого красивого ребёночка у меня не было. У меня троих было. Ну, знаешь, Оля, даун-синдром Бемички, они самые красивые Бемички. Это правда, да. Я одного нянчила, восемь дней подряд нянчила. Мои подруги-ребёночка. Даун-синдром. Я вообще-то вчера в прямом эфире это рассказывала, да. Да, Диан, я согласна. Потому что, когда мои дети нянчили, моя дочка говорила, мама, он самый красивый Беби. Самый красивый. Ему было пять месяцев, да. Я думала, что это был не просто ребёночек, а это просто был такой прямо как ангел, ангелочек. Он такой был, ой. Когда Давидик маленький был, до годиков двух, с ним никаких проблем не было. Он был тихенький, он, ну, ну, такой перфект бэйби он был. Но он сел вовремя, ходил вовремя, нет. Он не сел вовремя. Он в годик, он не стал ходить. Он с ложечки начал кушать. У него всё это позже, да. Мы всё это пропустили, эти все, как сказать, такие большие этапы, когда деточки развиваются нормально. Давидик не развивался, но оно мне как-то не очень влияло на меня, потому что я просто его поглощена была им. Какой он был хорошенький ребёнчик. Слушай, я со мной странно. Вот как эту всю новость принял твой муж? Ты можешь рассказать чуть-чуть? Мне очень тяжело за него говорить, потому что он, у него своя, как сказать, духовная сфера и душевные у него эмоции у него на другом уровне. И я не могу точно знать. Может, когда-то он сам расскажет, да. Лучше, когда он сам расскажет. Но самое большое, что вы вместе. Потому что я знаю, в первые две недели после рождения особого ребёнка я слышала, статистика 65% браков рушится. И в первые полгода вообще до 85% браков рушится. Но у вас семья крепкая, вы вместе, у вас четверо деток, особый ребёночек. По боже милости. Когда будет возможность, я думаю, муж тоже. Мужчины меньше открываются, больше держат себе. Но по возможности, я думаю, он расскажет. Нам пишут вопрос, а что врачи хотели сделать? Ну, я так понимаю, врачи ничего не хотели сделать. Они просто старались себе аккуратненько рассказать, что у ребёнка особые нужды, правильно? Ну да. Они как бы делали свою работу. Они делали свою работу. А ты уже реагировала, как могла. Хорошо. Первый год у тебя ребёночек, ты его лелеешь, ты им наслаждаешься. Ну, всё-таки, что происходило в сердце, в душе? Принимала ли эту новость, что он будет особым ребёнком? Получала ли ты эту диссиделлитию? Плакала ли ты? Была ли ты к Богу? Вопила ли ты? Входила ли ты в депрессию? Диана, что происходило первый год в твоём сердце? Я это ничего не рассказала, конечно. Это уже, как сказать, другой левел моего внутреннего состояния. Когда Видик родился, значит, да, я не принимала. Я прошла, как обычно, я проходила через эти четыре этапа, значит. Я отвергала, что это есть у Давидика. Я не принимала, что у Давидика есть Даун-синдром. Потом у меня, ну, этап озлобления был. На всех и вся. И третий этап уже как... Я начала уже ломаться, ломаться начала. Ну, и четвёртый этап я уже только приняла. Но это очень долго у меня проходило. Первый, значит, месяц уже дома Давидик был. И вот он у меня в люлечке лежит, спит, как ангелочек. Я смотрю на него. И у меня по привычке, после, когда я его переодела, покормила в комнатке, у меня такая была обычай. Деточек я старше в школу отправила и с Давидиком дома. И у меня такое обычай. Я становлюсь так в комнате, и там окно, и напротив окна, вот так, как здесь. Я просто говорю. Говорю с Богом. Я не то, что говорила с Богом, друзья дорогие. Я ругалась с Богом. Я молиться... молитвы у меня не было, молиться я не могла. Я только одно могла, что ругаться не на Бога, а впрямую с Богом. Я ему говорила, как ты такой всемогущий, всесильный, такой добрый, такой любвеобильный, такой всепрощающий, милующий. Как ты мог допустить вот такое вот этому маленькому, еще не успевшему не видеть ни жизни, ничего, человечку, моему сыночку? Как? Ну ладно, а мне? Ну пускай вот ты мне, вот я буду знать там или за то, или за то, или за сё. Ну а ему за что? За что такое ты преподнес? Господи. И вот так вот я ругалась с Богом. Я ему так и говорила, Господи, если ты такой, я не хочу тебя любить. Ты не достоин моей славы. Ты не достоин ни моей любви, ни моей молитвы. Ничего ты от меня не получишь. Вот какой ты Бог. Я вот так вот говорила, друзья, с Богом. Я ругалась и с ним. У меня не было никакого смирения там, ни плача, ничего. Рогань такая вот, каждый день. Вот. И один день, вот я встаю так утром и продолжаю ругаться с Богом. Мне как-то легче от этого было. Я с ним ругаюсь напрямую с Богом. И мне легче, слушай. Говорю, вот, все. Заступалась из-за сыночка. И, друзья, дорогие, я стою, ругаюсь с Богом в это утро. Вдруг я ощущаю физически сзади себя. Меня кто-то берет сзади, за плечи. Но вот я чувствую сильные руки, как руки в мужиках, мужчины. И просто вот так вот, так вот меня. Стряхнул. Стряхнул так. Я испугалась. Я испугалась, думаю, что это такое? Кто это? Я знаю, никого у меня нету. Я замерла. Я просто замерла от страха. И я слышу голос. Я слышу голос. Это псалмах Давида. Я точно не помню, какой псалм. Но на английском языке оно так звучит. Be still and know that I am God. И я испугалась. Это заставило меня немножко остановиться вот от этой такой... Как этот на русский язык перевести? Потому что я вижу, у нас и Астрахань слушают, и Украина. И привет нам пишут. Be still and know that I am your God. Как бы замри. Да. Да, как бы не переживай. Я твой Бог. Это псалмах есть. Да, я примерно понимаю, но как бы в таком смысле, что доверься мне. Как бы остановись и узнай, что я Бог. Вот так оно переводится, да. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Наругалась. Больно ругалась. Да, Бог сам пришёл. Ну вот так вот. Короче, после этого, друзья, я такая стою. Опять в таком страхе, я просто в физическом страхе стою и смотрю вот в это окно. И в этом окне я вижу образ. Мне образ, дорогие друзья. Вы помните это вот такое кино? Оно по-английски называется Passion of Christ. Страсти Христа. Страсти Христа. И вот лик Христа на Голговском кресте, в этом терновом венце, с этим вот одним глазом уже опухшим таким, и другой глаз весь в синяках. И вот у него голова так вот висит уже, да, на кресте. Он уже в предсмертных мокрах. И вот там вот я вижу этот образ. Потом я смотрю, вот эта голова Христа поднимается так. И вот он этим одним глазом, который еле вот едва смотрит, он на меня смотрит. И он мне такие слова произносит. Говорит, дорогая моя, возлюбленная, я здесь за тебя умираю. На кресте, на Голговском. Я тебя так люблю. Я принял эти муки за тебя. Добровольно. И вот, я умираю за тебя здесь. И потом он дальше говорит мне такое. Неужели ты думаешь, что я люблю твоего сыночка меньше, чем ты? После этого, друзья, дорогие, я больше не ругалась с Богом. Я больше не ругалась, потому что Господь сам мне вел, показал свою любовь. Ко мне и к моему сыночку. И то, что этот мир во грехе, что здесь есть зло, грех, болезни. Это вина. Это вина Адама, который согрешил и внес. Эти болезни, этот грех, этот мир. А то, что Давидик, такой он родился, с таким диагнозом. Мне Господь открыл, что через этот диагноз, через эту болезнь Давидика, Господь хочет проявить себя. Иисус хочет просто себя каким-то образом проявить людям. И потом я это приняла. И я согласилась полностью с этим. Потом я стала думать, ну Господи, ну хорошо, ну ладно, Давидик такой у него диагноз, значит, даунсиндром у него, ладно, я принимаю. Ну а как ты себя хочешь через это проявить-то? Ну ладно, для меня, вот пока Давидику было где-то, ну, лет пять уже, когда детки начинали идти в школу, Давидик не говорил еще, значит, в дайперсах он. И мне это было в тягость, вот, за ним ухаживать, убирать и... Говори, я сейчас приеду. Да, и переодевать его, отправлять в школу. И все, значит, помощь ему оказывать и с разговорной речью, и с общением. И было очень-очень оно все такое новое. И я просто не знала, как себя вести, как быть в этих случаях. И я ожидала, что Давидик заговорит, что Давидик начнет в туалет проситься, что, ну, как-то он начнет развиваться, как-то он начнет догонять своих сверстников. Но этого не происходило. Все сверстники Давидикова уже и говорили, и писали, и читали, и бегали, и прыгали. А у Давидика этого ничего не происходило. Он был не такой, как все. Потом Давидику уже исполнилось лет 12-13. И Давидик пошел уже, как бы сказать, в middle school, в среднюю школу. Давидику приставили помощника, чтобы везде с Давидиком быть. Потому что Давидик сам по себе не мог ни в туалет ходить, ни в кафетерию пойти покушать, ничего. Вот. И мне было, как сказать, в тягости это все. Потому что у меня были ожидания, что Давидик все-таки начнет говорить, начнет пользоваться туалетом, начнет немножко взрослеть уже, как-то быть более-менее самостоятельным. Потому что я, как мама, я хотела тоже, чтобы и Давидик мог быть приспособленный к этой жизни, как бы самостоятельным более-менее. Но этого ничего не происходило у Давидика. Потом где-то Давидику исполнилось лет 13, может быть, 12. И я тоже так, я люблю с Господом по утрам молиться и читать Библию так, и прославлять. И мне пришли такие мысли. Господи, ну вот как мне с Давидиком? Ну ничего-то с ним не происходит. И папа молится, и мама молится, и чтобы Господь исцелил Давидика, чтобы он начал говорить, чтобы он начал ходить в туалет сам, чтобы как-то легче мне было с ним. Но этого ничего не происходит. И потом мне такое, как сказать, пришло открытие, что Давидик в первую очередь дан мне, как матери, для меня, чтобы моё сердце изменилось, чтобы я его приняла таким, как он есть, чтобы я служила ему, Давидику, как самому Иисусу, как самому Господу. Вот я меняю его, чищу, мою, как для самого Господа я это всё делаю. И знаете, у меня совсем другой вот подход пришёл за уходом к Давидику. Для меня это как-то стало желанным в отраду. Вот я со школы его встречаю, не могу дождаться его. Давидик мой уже приходит домой, или там его поменять надо, или покормить, или что сделать. Я просто обожаю его. Вот за ним ухаживать это всё. Я это делаю как для самого Господа, как для самого Иисуса Христа. И вот он смотрит на меня, он же Давидик, он смотрит, он улыбается, он понимает, эмоции у него есть. Он обнимает меня. Но он не разговаривает. И вот он возьмёт ручки свои, да, и вот так вот мне по бровкам начнёт гладить, где-то у него сенсория. И вот здесь отбровки у меня, да, и он так нежно-нежно так гладит. А я так поставлю ему так, слава тебе, Господи, это твоё благословение. И вот это для меня вот такие вот маленькие жесты от него. Он такие обнимает, очень это такие нежные, большие хаги даёт, такие Давидик. Вот. И ну вот так вот у нас с Давидиком такое вот историю наших гостях у Дианы. Вот Оксаночка нас тоже слушает, которая у нас в гостях была у вас. Да, нас многие слушают. Вот и мы видели Давидика, он уже взрослый, 18. 18, да. Взрослый мужчина, красивый, это как классно. Олечка из Барвенко в Украине. Она пишет, особенные детки, это вызов обществу. Готовы ли их принимать? Приветствую, дорогие сёстры, благодать и служение, благодать, милость вас. Вот. Добрый вечер, нам пишут. Ну, нас слушают Диана. И, конечно, люди благодарны, что мы делимся этим. Следующую конференцию мы хотим сделать для пастырей. Мы хотим понять этот вопрос, потому что многим открыто говорят, вас Бог наказывает больным ребёночком, а кто-то это принимает как благословение. В твоём жизненном пути за 18 лет что ты слышала вообще от церкви, от общества? Как люди реагируют на таких деток? Что больно слышать? Что ты увидела? Что ты сама поняла? Что бы ты, может быть, обществу подсказала сегодня? Даже, может быть, можешь обратиться к пастырям, потому что мы вообще-то хотим услышать от всех особенных родителей, что они слышали от церковь, насколько люди понимают или не понимают, и вообще, насколько пастыри понимают или не понимают этот вопрос, потому что часто говорят, мы отвержены обществом, нас не принимают в гости, потому что ребёнок может кричать, кто-то может стенку разбить, а кто-то вообще говорит, что он дебил, вот такие слова даже говорят. Поэтому это непростая история. Что бы ты сказала? Ещё добавила. Ну, я в глаза так лично, я ничего такого не слышала, что каких-то негативных слов, или же, но отношения, вот как сказать, вот даже если мы придём, даже к родственникам, придём в гости, приедем, на Давидика сразу такие взгляды, сразу взгляды на него такие, что, ну вот, ой, только чтобы он это не навредил ничего, не расписал, не нарисовал, не запачкал, чтобы только не дотронулся ни до чего, чтобы не сел, не встал, ни туда, не пошёл, и чтобы, короче, это самое, вы следите, смотрите за ним во все глаза, вот такое отношение, и такого, чтобы, ну, радужного принятия у нас не было. Ты думаешь, люди просто боятся этого, не принимают, или же это для них что-то странное, неприятное вообще, какую ты реакцию видишь у людей? Ну, я вижу негативную реакцию, очень негативную реакцию, во-первых, вот такое отношение, как я, ну, встретила и в своей семье, и, значит, в других людях, это негативная реакция, это значит, или же я чем-то нехорошая, что заслужила такого ребёнка, или же этот ребёнок чем-то нехороший, чтобы вот ему такая, ну, такая нехорошая жизнь удалась, или такое несчастье ему пришло, но это просто люди, как их жалко, вот этих людей, которые так обращаются, с такими детками, или с такими семьями особыми, вот у меня такой призыв к этим всем людям, потому что это, ну, как для вас, это неопознанная территория, да, это неопознанная территория, не спешите судить, и не спешите ставить приговор, вот, постарайтесь принять, особенно этих вот родителей, которые воспитывают этого ребёнка, и постарайтесь послужить им, а чем вы можете послужить, просто побудьте с ними, побудьте с ними рядом, позвольте ихному ребёночку быть тем, кем он есть, не надо его, как сказать, исправлять, да, примите его, даже вот ваш, как сказать, ваше объятие, обнимите этих родителей, обнимите этого ребёночка, прикоснитесь к ним, вот, руками любви, вот, физическими руками любви, погладьте этого ребёночка, родителей, скажите, что, а вы можете, как сами, вот, как люди, увидеть в этом ребёночке, вот этого маленького Христа, маленького-маленького такого Христа или может быть он уже 18 лет до Веника это сам Христос бородка дорогие мои это сам Христос перед вами и вот если бы Христос пришел к вам в таком виде как вы бы к нему отнеслись Ляночка, из моего опыта я так поняла, что просто кому Бог не даст особого ребенка кто-то говорит, что это наказание понимает именно так а я вижу другую сторону я вижу, что Бог дает особым деткам особых деток именно особой семье той семье, которая сможет его принять которая сможет это все пройти для славы Божьей вот я знаю наш опыт мы намолились, можно сказать мы намолились была ли у вас какая-то особенная молитва искали ли вы Бога ну вот было что-то такое вспоминаешь ты или нет? ну вот у меня только одно что я ругалась с Богом у меня вот это только было а до, до, до зачатия? до зачатия, ну как сказать искали ли вы Бога как-то по-особенному или вот же может намолились как-то? Оля, было было да, и как раз вот этим летом перед тем, вот как еще до зачатия как раз мой муж Юра мы как раз, ну как мы только переехали в Теннесси и новое место и мы пришли к баптистам в церковь к американцам и ну к американцам почему? просто? ну потому что не было русских русских очень мало было и мы всегда хотели ну как, у нас было более открытое сердце к американцам потому что они не знаю почему даже мой муж, он хотел к американцам и мы оказались так вот и Юра, он очень это понравилось церковь баптистская ну как ну они просто так тебе оказывают любовь принятие так ну что вот невозможно их не полюбить вот такая церковь и мой Юра, он объявил чтобы там принять водное крещение вот в этой баптистской церкви этим летом как раз я такая ну я обрадовалась конечно, я поддержала и он принял водное крещение и вот на таком вот понимаешь, опять на парусах на таких веры особенно он вот у нас это как-то все так и Давидик стал быть понимаешь? как бы вы взыскали Бога и были по-особенному близко к нему да и вот как бы вот вам пожалуйста да интересные истории происходят в жизни и Диана очень трогательно и я уверена, что ты можешь еще нам сутки и сутки и сутки рассказывать а нам пишут согласно поддержка понимания и помощь хотя бы небольшие это то чем люди могут помочь семьям с особенными детками пишет нам Оля Дуда она была у нас участницей на прошедшей конференции онлайн ты тоже там слушала она участвовала Константин нам передает привет и Константин он в молодости прыгнул в воду и сломал позвоночник вот мы ему помогали покупать кровать больничную друзья всем добрый вечер добрый день еще напоминаю раз у нас Диана Теннесси и из Теннесси штат Теннесси до 4 часа езды от нас и для меня это очень дорогой гость Яночка очень много послужила нам и советом и помощью в служении открытое сердце помогает написать письма ищем спонсоров вместе друзья если у вас есть какие-то вопросы пишите Диана что бы ты еще хотела добавить как относятся к твоему последнему сыночку твои старшие дети потому что я слышала что иногда у старших детей тоже они не до конца понимают если они видят маму в слезах или в депрессии на детей это тоже тяжело сказывается я даже знаю один подросток прочитал мою книгу у кого старший братик был инвалид лежачий и он мне сказал говорит Оля только прочитав твою книгу пазл Илюши я говорит смог простить моих родителей потому что я даже их не понимал и у меня даже была какая-то обида что я подросток должен ухаживаться сыном за братом инвалидом как твои дети относятся ко всему этому были ли какие-то вопросы или насмешки слезы непонимания или ты скажешь все нормально моя старшая доченька она как-то отнеслась к Давидику очень хорошо даже такой Давидик он это наш и он такой есть и все и и вот она и сейчас за ним ухаживает и она считает что Давидик это наша часть и ничего такого особенного тут и быть не может а если кто-то смотрит по-другому это ее не касается да ароник второй он как сказать он немножко ну как он беспокоится и тоже думает как вот дальше мы будем с Давидиком они же тоже хотят семьи иметь и ну как он беспокоится за Давидика он ну как сочувствует помогает ему а третий наш вот Саймон он как сказать еще не допонимает ему 20 лет он говорит мама говорит ты сильно с ним добрая ты много ему чего позволяешь его надо значит учить и все и все такое это просто ну как такой ты его не учишь да разбалованный получается подросток тебя учит или сколько ему лет уже ну да это мы тоже такое проходим да ага ну вот и значит мама не так значит воспитывает давай в каком возрасте ты узнала что у него еще аутизм аутизм я узнала где-то у него еще с маленького было где-то 6 месяцев когда был он это насколько он начал сидеть мне кажется в месяц 8 8 или 9 или даже в годику когда он сидел он такие вот знаешь движения делал это как аутизм уже движения ты заметила что что-то не то или не очень я не очень заметила до двух лет я даже и не замечала кроме того что он не ходил а так до двух лет я ничего не а после двух лет уже к трем годам уже в школе значит на докторских визитах мне начали говорить как сказать одно другое ваш ребеночек не говорит и все такое надо к одному специалисту к третьему направить как ты проходила вот эти годы я знаю просто у меня я была в другом штате подруга очень близко мы общались и очень много поддержала свое время и я помню она все силы вкладывала в то чтобы и массаж делать и чтобы ребенок пошел и чтобы как-то его вылечить и к локопеду и то и то и то и то проходила ли ты тоже этот путь старалась ли ты как-то его вылечить уверила ли ты что Бог исцелит как сказать я хотела прилагала все усилия все терапии что нам приписывали и для вот до трех годиков терапия к нам приходила значит раз в неделю везде старалась с Давидиком ходить и потом к специалисту к одному к другому к третьему и обращалась везде где только могла чтобы как-то чем-то помочь и вот я помню один доктор такой доктор как вам объяснить есть доктор у которого много знаний и много образования но он не умеет это образование знания преподнести правильно а вот есть такой доктор вот мы пришли к нему он взял моего Давидика на ручки к себе вот так вот взял Давидик мой такой он хорошенький бебечка такой взял его на ручки и вот так он на него смотрит и говорит это такой прекрасный человечек маленький ваш он совершенный он мне так сказал ваш ребеночек у него нет никакого недостатка он мне так сказал доктор а потом он посмотрел на меня так и спросил а какое имя вашего сыночка я говорю Давид Соломон Галас значит фамилия Галас этот доктор посмотрел мне в глаза так и говорит ты знаешь что в твоем маленьком сыночке два царя Давид и Соломон ты даже сама не додумалась мне просто нравилось такое сочетание Давид потом он посмотрел и еще одно у меня было такое вот это вот такое столкновение вот это действительно доктор я не знаю какие у него там дипломы или знания доктор который Библию знает но он сумел как сказать раскрыть раскрыть в этом человечке преподнести то что как сказать то что ты считала недостатком он показал что это совершенство просто я увидела одно Оля то что это неизлечимое даун синдром ты ничем не излечишь ты ничем не поможешь никакими терапиями ничего ты это не поможешь только ты поможешь тем что ты дашь надежду какую-то этому родителю ну какую-то хоть частичку какой-то ну позитива надежды какой-то ну зацепиться этому дай этому родителю зацепиться за что-то что он будет держаться всю жизнь вот так и это будет тебя нести просто как по волнам я прекрасно понимаю о чем ты говоришь потому что не помню ты прочитала мою книгу да прочитала и там были люди которые я же говорю своими словами могут тебя убить а был человек который так вдохновил меня что я до сих пор лечу ты понимаешь ты зацепилась это вдохновение вот он мне подарил какую-то надежду он даже не сказал что твой сын будет жить или его Бог исцелит но он сказал Оля это тебе опыт для чего-то в будущем Бог тебя будет использовать чтобы служить таким людям Диан ты свидетель? да ты же свидетель я служу я служу таким людям у нас мирового уровня служения уже открытое сердце проект Пазл Алеши для особых деток кто еще не знает вот наши книги английская книга русская книга Пазл Алеши да Пазл Велайджа вот да и когда человек тебе может подарить хоть какую-то надежду то за нее хватаешься и ты летишь а есть такие люди которые могут убить в тебе посреднюю надежду и наше служение это подарить людям надежду надежду да и еще друзья я хотела добавить Оля я взяла Давидика и я услышала что к нам в город приезжает очень великий знатный пастор который молится за исцеление он очень знатный пастор и все к нему идут за исцелением я услышала эту новость схватила Давидику и туда и с Давидиком значит туда на собрание там палатку они сделали много людей и на самые первые это значит раньше пришла за час раньше пришла и чтобы с пастором встретиться чтобы никто чтобы за первого за Давидку помолился чтобы все благословение исцеление чтобы Давидке попалось и короче он подошел пастор ко мне и я его держу на ручках Давидика он маленький так спит тихонечко он говорит а что ты хочешь но он видел что ребенок даун синдром я не знаю видел он или нет он так спросил что ты хочешь какая у тебя нужда а я только заплакал и ничего не говорю а он посмотрел на ребеночка и на Давидика и говорит он у тебя прекрасный и вот как тот доктор он сказал мне вот как повторил у него нет никакого недостатка опять вот повторил я думаю как это он так говорит он же ничего не знает за Давидика а он мне говорит пастор нет нет говорит я знаю говорит он у тебя совершенный у него нет недостатка я взяла Давидика и такая рада мне не надо ни собрания ничего пошла домой и все просто Бог мне подарил исцеление от этого вот поиска исцеления поиска ответов да я успокоилась я приняла и я благословила Давидика и я себя благословила и Давидик это мое благословение теперь и я вот служу ему так а были ли моменты у твоего мужа как бы непринятия или тоже разговоров с Богом или каких-то разговоров с тобой и вообще как он к нему относится насколько он его любит обожает или бывают трудные моменты я слышала когда у родителей вот такие особые детки папам иногда очень сложно потому что особенно в подростковом возрасте сложно и да и курсы и вот у них характер и гормоны и стенки прибивают были ли моменты когда силы сдавали Диана были были такие моменты ну Юра мой он с большой семьи сам и вот даже когда я забеременела Давидиком да я сообщила новость Юре говорю вот у нас будет четвертый ребеночек я сразу такая вот что ж мы будем делать и как и все он говорит ой говорит ну четвертый значит четвертый будем воспитывать будем любить его и для него это не новость он с большой семьи вот и и он так это Юра относится к Давидику ну раз такой Давидик раз Бог нам дал такого ну значит надо принять и воспитывать и любить и такой как он есть и и все вот так я расскажу с этим сыночка вы могли пойти в русскую церковь или вы с тех пор ходите в американскую церковь и насколько американская церковь открыто помогаете поддерживать таким семьям потому что я слышу что в русских церквях не готовы не понять такие семьи не поддержать ни садиков каких-то нету и не говорю что это плохо просто ну не доросли еще до такого служения мы в основном ходили все время к американцам к русскими очень мало очень мало посещали русские церкви но даже в американских церквях тоже как бы они открытые принимают деточек все но с Давидиком не так как со всеми детками Давидика надо вот он в любое время надо или дайперсы поменять или Давидик может крикнуть он не разговаривает и что такое вот если ненормальное такое какое-то поведение то сразу значит меня призывают и я очень мало могла Давидика оставить другими детками тяжело было найти как сказать и детсадик для Давидика и детскую группу для него потому что он не такой как все деточки был я с утра не могу настроить камеры чтобы тебя было видно не пойму в какую сторону наш стол двигать потому что Диану вот плохо видно подвинься потому что да вот так получается не знаю где же тебя найти что-то плохо камера хорошо друзья спасибо всем кто слушал нас Диана может быть у тебя есть какие-то достижения достижения например или в диете или же в воспитании потому что я вот вижу нас слушают родители у кого особые детки у кого autistic children я знаю Олечка нас слушает ее сын если я не ошибаюсь или 9 или 10 лет может ты какой-то совет мамам дашь в питании в воспитании с тайперами может быть вот что для тебя сработало какие были у тебя вопросы трудности может что-то для тебя сработало какая-то победа ты можешь поделиться да обязательно ну здесь у нас в Америке немножко оно по-другому организовано для семей с особыми детками и это можно да тоже сказать насчет бизнеса если можешь если ты не против конечно у нас то время есть это но то что поможет матерям это пожалуйста все говори да и значит для меня было очень большой как сказать проблемой чтобы я могла быть ну при Давидике когда он нуждается во мне хотя он идет в школу вот с 8 до 3 он в школе но в школе в любое время могут позвонить или надо одежки привести или надо дайперсы привести или надо еще или что-то Давидику плохо они не понимают мне надо быть я хотела быть для него когда ему когда я ему нужна вот поэтому у меня была проблема как с работой я постоянно работала вне дома ну как на работодателе у меня такая нужда была к Богу чтобы Господь сделал мне такую работу послал мне такую работу или свой бизнес или такого работодателя доброго чтобы я в любое время могла уйти значит ухаживать за Давидиком и прийти назад на работу это моя такая нужда была ну вот и теперь Давидику было наверное лет 9 да и я уволилась с работы ну вот взяла и уволилась с работы я решила я открою свой бизнес и не знаю как каким образом ну вот так и я уволилась с работы и вот так тоже один раз сижу дома и не на работе я нигде дома ну как мне открывать свой бизнес потом мне Бог такое открыл переслал таких людей и значит я встретилась что здесь такое есть провидение значит в Америке если у кого есть особые детки и на инвалидности да значит получают как она называется по-русски слушай сухеритинка пенсия да получают пенсию значит государственную пенсию и если в этой семье превышает доход ну сколько там 2000 в месяц долларов значит эта пенсия снимается и значит сыночек инвалидик пенсию больше не будет получать из этой пенсии еще медицинская страховка тоже отключается а для таких деток медицинская страховка очень важна по всем этим апоэтментам все эти процеджеры очень важно вот и меня Бог соединил с такими людьми с лойерами я работала у них и есть такое проведение что если семья с ребенком инвалидом они могут открыть такой как сказать это как не бизнес это траст называется special needs траст это специально для детей с особыми нуждами вот и значит все доходы и значит машины доходы и все ваши значит имущества можно записывать на эту траст а себе просто это как доверие это как или доверие нос или это как бизнес это как entity такое есть entity бизнес как но это как единица это как бизнесовая единица бизнес единица потом тракт единица вот и значит все ваши ассеты ну как доходы и можно записывать на этот траст а себе просто брать небольшое количество денег с этой траст и чтобы ну как было по ну чтобы не превышало там 2000 долларов в месяц чтобы продолжать получать пенсию и медицинскую страховку на вашего ребеночка вот и в то же время вы можете иметь свой бизнес и можете иметь хоть сколько независимо какое какая сумма денег или какой доход у вас если это записано на траст ну вот это мы сделали этот траст на Давидика записали все и нас Господь очень благословил с нашим бизнесом очень успешно и мы очень рады что мы это узнали и можем поделиться с другими но это надо чтобы вы работали с вашим лойером и чтобы лойер правильно установил вам этот траст диана я не хочу делать рекламу или может сказать что что не надо но ты не против если вдруг кто-то из мам захотят тебе позвонить конечно ты не против сказать свой номер с телефона да мой номер телефона 4 2 3 5 9 8 0 0 5 0 еще раз 4 2 3 5 9 8 0 0 5 0 спасибо большое потому что а можешь ли ты сказать слово для мам вот я знаю даже на этой неделе меня спрашивали две мамы у них детям исполняется 18 лет что происходит в этом возрасте ну это откажет там оформление вот это все 18 лет до 18 лет очень важно оформить опять-таки через суд такой документ он называется guardianship и потому что 18 лет исполнится вашему ребеночку в случае чего если надо оказать срочную помощь вашему ребеночку вот окажется он в срочной скорой помощи да доктор ему не будет никакие процедуры делать без его росписи без подписи уже он взрослый человек но если ваш ребеночек не разговаривает не не понимает ничего ему ничего не смогут сделать а вы уже как родители вы уже не можете подписаться за него потому что он уже совершенный человек вот это очень важно оформить эти guardianship документы до 18 когда 18 лет исполняется да потому что я знаю когда моим детям исполняется 18 лет ты как мама звонишь к доктору они говорят извините пожалуйста так обидно я не имею права вам ничего сказать без разрешения вашей дочери но думаю что дочь ничего не понимает и только 18 лет и знаешь вот эту ниточку отрываешь от себя да а когда ребенок вот так беспомощно не понимает так вот ты веришь до того момента когда ему не исполнилось еще 18 и сделать вот эти документы через лойера guardianship это то что после 18 ты все-таки имеешь право ко всем его документам и делать за его решение вот с этим guardianship просто ваш значит ребенок он легально через суд отказывается от права вступать в брак право водить машину и право голосования от него эти три правила легально отнимаются это когда переписываешь на guardianship да ну а ты считаешь это честно я думаю да потому что вот в моем в моей ситуации Давидик он не сможет этого никогда сделать ну как просто даже у нас вчера в кафе ты знаешь каждый четверг мы собираемся в кафе и вот об этом мамы говорят и говорят особенно в подростковом возрасте у них вот эти гормоны очень слишком ну развиты они моя грофренд моя бойфренд и даже иногда возникают вопросы можно ли этим детям жениться или это уже смотрят ситуации понимаешь мне я так думаю что насчет Давидика я не хочу чтобы Давидик оказался в такой использованной ситуации кто-то на него понимаешь ну как чтобы чтобы его не обидели ну понимаешь Давидик он не способен сделать за себя решение и вот какая-то может быть женщина может быть около него появится как-то и просто чисто с выгодой может использовать его понимаешь для каких-то своих целей понимаешь или кто знает из-за чего я этого не хочу чтобы с Давидиком это случилось поэтому в моей ситуации это лучший вариант да Дианочка а вообще на будущее какие у тебя планы на будущее планы у нас такие короче Бог послал нам очень прекрасных людей американцев и у них сыночек тоже он немножко лучше чем Давидик он разговаривает и у них есть еще второй сыночек и он очень ну ну вот привязался к Давидику ну он водит машину у них этот второй сыночек такой и они хотят дружить и вот я думаю что мы будем друг другу помогать как-то будем друг другу помогать как-то и насчет Давидика у нас вот этот траст она так работает для его бенефита для Давидика благо чтобы когда если что с нами не станет нас не станет в жизни допустим родителей мы на то готовы мы приготовились даже и на то в случае нас если не станет то для Давидика будет провидение какие-то деньги вы стараетесь сохранить чтобы если вдруг старость у вас не станет кому-то можно было бы заплатить чтобы за ним уже упрашивали это траст работает именно для его когда вас не будет можно сказать это очень важно я думаю родителям вникнуть в это получается до 18 лет но вообще-то траст можно сделать в любой момент до 18 лет желательно сделать вот это guardianship и ну да траст потому что ну да всегда там лимит 2000 долларов дом не купи машины не купи живи бедненьким чтобы ты мог получать какую-то disability и medical оля я немножко поправлю что траст можно открыть тоже только до 18 лет пока еще ребенок несовершеннолетний это длинный процесс дорогой процесс лоер сколько это денег стоит ну через лоера если делать оно по-разному может быть иной лоер разные лоера по-разному я просто никогда в жизни не работала с лоерами слава богу и для меня когда звучит слово лоер мне всегда кажется это так дорого или не бывают разные бывают разные надо посоветоваться хорошо это очень даже я новое что-то выучила сегодня спасибо Диана насчет диеты какой-то особенной нет все нормально насчет диеты я ну как ничего у меня особенного нету Давидика он кушает все он хорошо кушает только одно что он очень плохо жует у него зубки как-то у нас проблема еще до сих пор с дентистом никто не хочет смотреть Давидика потому что он не дает никому вот а sedation доктора не хотят делать чтобы просто чек-ап сделать sedation это не хотят но не болят зубки не портятся ну пока вот я так ничего так не замечаю ой диана ну непростая жизнь прилетела ты на север когда направлял на юг очень хорошие мы с Дианой думали как же назвать эту передачу и она вот так говорит ну давай так и назовем потому что да жизнь бывает одно мне одна мама рассказывала говорит я тоже так ждала этого ребеночка говорит я ходила беременная я представляла самую дорогую коляску купила такая гордая была говорит когда родился ребенок ну точно что летела на юг попала на север да ну все в жизни бывает но я очень рада что вы смогли увидеть всю ситуацию с обратной стороны да как я говорю в моей ситуации тоже когда ко мне пришел social worker и она мне показала ситуацию с обратной стороны с другой стороны что это не наказание это Оля ты такая мама сильно тебя Бог выбрал потому что он знал что ты это все ну вынесешь не откажешься от ребенка потому что часто родители отказываются от таких детей правильно поэтому жизнь интересная штука интересная штука и и это все делает нас сильными смелыми и кто вообще знает что ты нам покажешь в будущем месяц Диана потому что я смотрю маму которая проходит это все я даже за себя иногда говорю я раньше была овечка стала львицей можно сказать знаешь это я вот такая смелая знаешь вот жизнь она тебя я не узнаю себя я вспоминаю себя мне было 20 лет 24 как я я вообще я не могу даже представить я не могла себе представить что я такой буду я была такая такая скромненькая тихенькая ниже воды тише травы вот такая а сейчас просто Господь так значит такое должно быть да такой путь мой да какая-то цель есть Дианочка спасибо тебе огромное за вот такое твое свидетельство и интересно ты живешь на юге или на севере один а Теннесси это юг а я на севере Теннесси это север а это север приехала да смотри с какой стороны смотри я не соображаю где здесь север где здесь юг хорошо спасибо тебе за твое время мы вчера тоже перепутала слушали через Атланту или через Эшел ну север юг я все Диана были ли у тебя в жизни еще какие-то такие чудеса или трудности которые тебе Бог помогал проходить и показывал явно свою руку были но это еще до Давидки рассказать мне давай давай у нас мы же не спешим нет хорошо я расскажу как мы оказались в Теннесси из чего это мы оказались в Вашингтон мы жили в Кент-Вашингтон и оказались в Теннесси мне все постоянно вопросы а что в Теннесси хорошо значит так как мы оказались в Вашингтон Кент-Вашингтон я работала на Эдди Бауэр компания Эдди Бауэр большая компания значит по одежде и у меня была очень хорошая профессия я была закройщик на компьютере дизайнер и у меня была очень хорошая зарплата мне много платили у нас был домик свой мы купили домик у нас было двое деток Эвелина и это Кент-Вашингтон Кент-Вашингтон и мы там жили и я значит в Редмонд я ездила на работу каждое утро почти два часа в одну сторону на работу и почти два часа в другую это с трафиком без трафика быстрее конечно там почти каждый раз с трафиком короче так было двое деточку нет я попала на эту работу в Кенте у меня еще одна Авелина была так что не так было потом через годик у меня родился Давидик не Давидик а Ароник вот значит двое деток я езжу на эту работу деньги зарабатываю хватает нам всего Юра еще работает мы деток отдаем бабиситтеру декер Юра завозит деток Юра их привозит домой а я ухожу значит с дома в 6 утра и прихожу тоже где-то в 6 может в 7 вечера деточек я своих маленьких видела ну может 2 часа села в день 2 часа только потому что надо было работать купили дом надо было платить за дом а Юриной одной зарплаты не хватало потому что у нас так получилось что я больше зарабатывала короче и мой маленький сночек Ароник он только родился и маленький он был месяцев сколько 4-5 и что он стал делать он по ночам стал просыпаться и плачет плачет тихонечко не сильно плакал а тихонечко я сразу слышала я к нему иду и он это вот я так немножко свет маленький включу он на меня глазками так и сразу перестает плакать и глазками так на меня черными так хлоп смотрит 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 и улыбается ну хочешь чтоб на ручки я его взяла ночью я его беру на ручки и нянчу 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 час нянчу сижу два он не спит он смотрит хочет спамповать я его покормлю переодену он не спит не хочет и вот это у меня было не знаю на протяжении сколько ну вот в таком с таким чувством я шла на работу значит Юра брал моего ароника эвелинушку и бабиситру заводил я на работу невыспаная уставшая он наверное не высыпается ночью хочет с мамой проводить да вот такой вот он хитер был вот я прихожу на работу ну то что невыспаная это одно дело а второе что я прихожу а у меня его личико перед глазами я там вот работаю деньги сгалачиваю а вот это вот маленькая личика у меня тут в глазах я стала молиться Богу я говорю Господи я больше так не могу вот я не могу и все не надо мне ни этот дом ни эти деньги мне ничего не надо вот мне надо вот мой ребеночек мои детки остальное не надо мне ничего вот так и стала я когда я поделилась себя с мужем сказала ему говорю ну вот как вот что делать он говорит ну ничего не ответил потому что выход от этого нет никакого а он не может чтобы ему еще вторую работу искать надо или как ну короче я стала молиться Богу взяла три дня пост с постом стала молиться и ничего никаких прояснений не пришло но я стала немножко такой как сказать исследовать такое исследование делать research в Америке и стала американцев расспрашивать местных вот какие штаты интересоваться вот как где жизнь какая может быть где подешевле мне сказали ну вот конечно есть подешевле штаты и дома там дешевле я говорю ну а где вот так вот как бы ты уже была открыта чтобы переехать ради того чтобы не работать да я активно стала уже узнавать спрашивать что так что так мы переехали в штат подешевле не работать ну я оформила я на увольнение с работы дала две недели дом не продается пришло две недели мне надо уходить с работы я прихожу к начальнику говорю пожалуйста можно мне еще на две недели продолжить у меня дом не продается он говорит Диана говорит зачем тебе вообще уходить с работы мы не хотим чтобы ты уходила зачем тебе это надо не уходи с работы я говорю спасибо большое потом знаете друзья дорогие прошло еще две недели мне было уже стыдно приходить к начальнику продолжать просить продолжение ну что дом не продается я уволилась Оля взяла и уволилась я не пришла на работу уволилась с работы за дом платить нечем я пришла домой вот как сегодня помним я упала на пол и вот так вот рыдала просто рыдала на полу денег нет ничего нет дом не продается я просто к Богу рыдала и знаете я в такой молитве в таком рыдании я Богу сказала да Господи пошли мне в выход выведи меня с этой ситуации выведи меня с этого Вашингтона выведи меня пожалуйста и мы уже нашли значит штат и мы туда хотим значит Читанога вот у нас два города было и Ноксевел или Читанога что-то мы в Читаногу и я так Господу сказала Господи выведи нас я тебе буду служить там понимаешь я тебе буду служить там я дам тебя понимаешь вот такое вот и ты хотела избавиться от работы быть с детками быть с детками и просто чтобы не было тебя что-то тянуло оттуда этого займа не было я оставила очень престижную хорошую работу дом не проданный без всяких определен без определенного будущего платить за дом значит денег нет мужа получки не хватало чтобы платить за 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 дом и вот так вот я пришла домой уволилась с работы и лежа на полу вниз лицом я плакала господу что же делать дом-то не продается и мне пришло такое что я господу как сказать дала такое ну как бы или обещание или хотя мы все давали обещание служить господу чистой доброй совестью когда мы заключали завет но сейчас как бы я возобновила этот завет и я сказала так господи если ты выведешь меня с этой ситуации с этого тупика с этой нужды в которой я теперь я буду служить там тебе и чем могу как могу как понимаю и у меня всегда желание у меня всегда желание господу служить и познавать его диана ну это это штаб где-то никогда не было у тебя там не было родственников ну вот ну ты была открыта к этому лишь бы не работать лишь бы не было долгов лишь бы побыть с маленькими с детьми дома с господом и и в таком как бы шоке тоже в непонятстве в таком в ожидании короче такое у меня состояние ожидания и звонит значит риэлтор и говорит у вас один оффер на доме нет она говорит что вас хотят дом посмотреть мы как раз девочками кушаем картошку нажарили картошка вкусно пахнет когда ее пожаришь и к нам пришли смотри значит дом и семья тоже они румыны были они тоже картошку видно вкусно пахло наверное и они дали оффер на наш дом потом риэлтор значит звонит говорит знаешь Диана у вас еще один оффер есть два оффера сразу я говорю ну хорошо тем больше тем лучше она говорит у вас у вас еще у вас три у вас сразу три оффера на доме я думаю господи ну что ж такое то ни одного то сразу три ну и слава богу хорошо далее нам оффер мы выбрали самый высокий оффер и через 30 дней закрытия короче за неделю до закрытия мы уже заказали тракт мовинг тракт все значит погружаться чтобы готовиться погружаться через всю Америку через три дня ехать не мы не три дня ехали мы ехали неделю ой мы ехали на крисмос на рождество 20 как раз декабря и поэтому мы поехали через Калифорнию мы ехали через морозы морозы мы боялись этих всех там снегопадов вот и так куда вы ехали вы дома же купили нет вот что серьезно вот так ехали в слепую в слепую сколько лет вам было мне было не знаю 29 30 наверное ну такие сумасшедшие были Диана вот нас слушает Оля слушает и Таня Московка Таня познакомьтесь это Диана которая помогала мне делать я не знаю как на русском сказать таксу некоммерческую организацию вот эти все отчеты она мне помогала делать это вот Таня это моя сослужение открытое сердце которая очень много помогает в Украине вот да ну и собрали вы все едете собрали испаковали через всю Америку в другой штаб где жизнь подешевле где Диана не будет работать и будет с маленькими детками вот значит и за неделю до закрытия но за пару за пять дней до закрытия наверное риалтор звонит и говорит а у ваших покупцов нет денег чтобы на down payment я говорю так что ж такое что-то не то просто так получилась маленькая такая проблемка что мы выбрали покупателя ну и день настал дом закрыли документы получили денег то не получили еще вот так вот и надо дом освободить мы и пригнали трак спаковали детей посадили в машину я на машине я на машине сзади Юра спереди сам за трак мы вдвоем сели поехали и с двумя детьми вот и через всю Америку потом в Калифорнии мы в Лос-Анджелесе в гостинице ночевали или как все русские люди в машине не-не-не мы в гостинице с детками мы решили сделать это как маленький путешествие такое вот и значит в Лос-Анджелесе приехали там развилка такая была в Лос-Анджелесе большой город и там надо было на Тексас повернуть я еду за Юром Юра вышел в Экзит на заправку а я пролетела а телефона у вас был ли в то время? не было в то время 20 лет назад не было о вау вау и что дальше? не было телефона ага вот именно что не было я его а ты бы соображала как развернуться выйти на тот фривей короче я ну я пролетела он как-то раз и я пролетела а я в следующий Экзит пошла искать его назад на тот Экзит все заправки обыскала и его нигде не нашла потом у меня ничего нету нет была у меня кредит на карточках думаю господи ну как нам а нам еще полдороги надо ехать до Теннессии как же я поеду ну ладно я так решила 3 часа я его обыскала везде там ездила нигде нет ну страх же большой ну ты понимала что он на заправке ну я да на заправку он говорил что он заправку будет ехать и значит так я себя так помолилась зашли с детками покушали куда-то в ресторанчик и рассказала я им тоже свое горе она нам посочувствовала ну и все ладно мы покушали и я помолилась и думаю господи ты благослови меня я сама поеду в Теннессии с детками без Юры и он доедет а куда в Теннессии у тебя дома нету ничего куда-нибудь приедем вау я должна сказать что там в Теннессии до того как мы еще туда переехали моя мама она успела купить там дом и ты примерно имела ее адрес это что вот ладно и поехала я значит в Теннессии с детками и сама на машине на маленькой на своей едем едем я таких историй еще честно не слышала я уже с вами не слышала я говорю каждый человек вот как на лицо разное то история мы на Фривей едем с детками в Теннессии с Лос-Анджелеса по Фривей едем и едем но все хорошо нет проблем кредитка есть деньги будут доехать едем мы проехали на часа не знаю три уже проехали смотрю на обочине стоит трак юхол ну пенский у нас был трак так это же наш трак я думала точно наш и это только машина нету там доли стоит без машины мы встали за этим траком остановились я заглянула туда в окошко нет никого пусто пусто он поехал тебя искать и доли там машину сняла и поехал везде искать и ты уже стоишь тут а я его туда жду ну и он приехал мы с детьми сидим в машине я думаю никуда мы уже не поедем он отсюда никуда не уйдет он обязательно придет сюда и здесь мы встретимся и точно через час другой он приезжает и так мы опять встретились и вот так без телефонов переезжать через всю Америку боже мой слава богу за телефоны ой это такое благословение телефона иногда тоже сидишь на телефоне когда едешь тоже нельзя встретились мы и дальше поехали в Теннесси довольно благополучно в Теннесси да еще у нас была такая история на тот момент наверное не смешно ты поплакала ну да надо было и поплакать тоже вот ну я как-то больше не плакала как-то молилась знаете я так больше разговаривала с Богом как-то мне устраивались отношения с моим небесным отцом через вот эти все такие как сказать трудности у меня устраивали ну как налаживались отношения с моим небесным отцом было тяжело как сказать ну там мои родители купили домик тоже в Теннесси но у меня так такая семья что оно не было мне в поддержку мне было очень трудно там находиться потому что дети шумили бегали и прыгали и для меня это радостно было когда дети прыгают бегают для меня это радостно было ну а пожилым людям как родителям им это не отдохнуть ничего дети прыгают и шум и я стала просто опять вот как знаете как такая ситуация когда к Богу ты просто взмаливаешься взмаливаешься от нужды просто значит такая нужда у нас с Юром господи дай нам домик мы на чемоданах сидим у нас ничего не разложится детки все и и тут здрасте я узнала что у нас третий будет ребеночек Саймон вот и и родителям чтобы тоже не быть больше как долго вы были у родителей у родителей мы были где-то месяц месяц наверное и потом Юрочка нашел работу да и слава Богу хорошая работа и все и мы как-то вечером одни на Рождество взяли мы детей оставили на родителей попросили и к вечеру уже на Рождество мы пошли с Юром просто почитаноги походить просто хоть чтобы не быть там в том доме где-то развеяться и вот мы с ним как-то поставили запарковали машину где-то на изгейт и взялися и идем вдоль по дороге идем и смотрим там вывеска написана риэлти вот риэлти офис мы зашли риэлтеры риэлтеры дома продают да мы зашли туда и думаю может в окошке у них какие-то дома вывески но лиска у вас в то время был хороший ну какой-то был вот мы 10 лет в Америке уже были вот и значит постучая а мы взяли постучались в дверь на Рождество оно уже все закрыто никого нету а мы взяли и постучались в дверь никто не отвечает потом взяли еще раз постучались посильнее опять молчок никто не отвечает потом слушаем слушаем там какой-то шум появился за дверью там небольшой офис маленький офис был мы стали ждать и правда слышим кто-то подходит нам аж страшно стало может как кто-то может какой-то призрак там или кто все офисы закрытые и нам открывает эту дверь дедушка старый дедушка ну просто как Дед Мороз открывает нам дверь дедушка он хромой на одну ногу был так запомнился он говорит а что вы хотите а мы говорим нам сильно нужно очень дом купить он говорит ну сейчас все офисы закрыты и приходите после праздника он говорит ну нам очень надо ну можете пожалуйста как-то нас пустить посмотреть что у вас есть он говорит ну если вам очень нужно давайте заходить ну вот мы зашли и он значит нам дал список значит пять домов и в Читаноге там везде в окрестностях в такую цену мы говорим дайте нам банковский дом мы даже где-то ухом одним слышали что надо банковские дома покупать чтобы они дешевые это когда хозяин не может платить и он как на акшен идет вот такой дом такой дом банковский дом дайте нам пожалуйста он говорит что за банк окей хорошо он все понял дал нам список банковских домов мы поблагодарили его и он говорит какой дом понравится позвоните мне я покажу вам инсайт мы с Юром полетели на всех парусах ждать не ждали и быстрее полетели смотреть эти все дома и нашли себе самый дешевый дом самый страшный самый безобразный снаружи которые ну вы же внутри не смотрели пока ну снаружи хороший кирпичный был ну нет проблем снаружи мы полюбили снаружи все значит покажите нам инсайт звоним на следующей неделе мы пришли посмотреть инсайт а этот дом инсайт это внутри нас русские люди не понимают внутри дом посмотреть пришли посмотреть этот дом внутри а эти дома банковские они ну как сказать люди их они заброшенные они неухоженные они могут даже разбитые быть и побитые и вот такие мы специально такой дом хотели чтобы мы могли отремонтировать как нам нравится и чтобы он подешевле это был наверное момент когда ваш бизнес вот начался не еще ничего нет еще тогда и в помине не было бизнеса ой до бизнеса Оля это чтобы до бизнеса вот сейчас короче давай мне надо выучить как начинать бизнес это каждый по-своему Господь давай наша вот Таня тоже слушает ей тоже надо бизнес начинать рассказывать как нелегко было да мы пришли посмотреть этот домик инсайт ребята там инсайт внутри внутри там тараканы клопы все эти полы вонючие страшные спасибо что ты рассказываешь это жизнь иммигрантов в Америке потому что думают все так хорошо и красиво а начинали очень-то трудно все вонючее такое потолки заплеванные там жвачки на потолках висели кто знает что там было кухня ой там шкафчики все вот трухлявые разваливаются ну такой дом короче вот в таком виде какая сумма была мы этот дом купили за 37 тысяч ой вау я таких цен даже не слышала 20 лет назад 21 год назад это вам повезло это дорого было в то время да это дорого короче так ну у нас так получилось что мы выручили за тот дом в Вашингтоне у нас получилось брать за наличку купить этот банковский дом нам лон не надо было а это была моя цель я так просила Господа Господи пошли мне такой дом в Теннесси чтобы там не было лонов этих заемов чтобы не было на дом чтобы мне не страдать так от этих лон этих займов потому что я уже настрадалась там на другом доме в Вашингтоне и я себе поставила такую цель что я с банками никаких дел больше никогда в жизни больше не буду иметь потому что так они мне насолили эти банки там в Кенте с этим домом что это страдание для меня вот короче так мы купили этот дом ванны палы и все значит кухни мы все выкинули сразу и знаете ребята дорогие я говорю Юра сделай чтобы у меня только одна ванная работала туалет и ванна в одном доме мне больше ничего не надо ни кухня ничего больше не надо хорошо говорит а это ты хотела уже так быстро переехать в свой дом я просто до того я уже дошла что я не могла устала ну тяжело жить у кого-то в доме конечно да и Юра мне сделал выкинул старую ванну через окно новую ванну значит слушай выкинул она такая легкая была нет вместе мы с ним таскали вместе мы все с ним делали мы никого не занимались ну и это металлические они хорошо сделал мне новую ванну ставил новую чистенькую и туалет новый все и мы сразу переехали туда ну и полы содрал конечно чтобы хотя бы на фанере жить и мы деточкам как-то организовали там кроватки и и все и я была ребята я была это мой был замок как кесел или как замок замок безпрудня слушай а как же ты мамочка кушать готовила я летала Оля я летала от счастья во-первых у меня нету займа мне не надо этот страшные деньги большие платить в банк мне не надо из-за этого работать я могу своего бабичку смотреть сколько я хочу на него я нянчить его могу и я просто была не знаю я такая счастливая была бог исполнил твоё желание да я такая счастливая и все мы этот домик потихонечку отремонтировали у нас родился третий ребеночек самочек хорошенький прекрасненький такой благословенный ребеночек и это все и мы живем там и нужды не имеем я счастливая как это не знаю очень просто такое время и нам звонит звонок с банком и он спрашивает банкир ну мы там у нас свой счет это значит в банке как ну чековой и он спрашивает у вас нету никакого займа на вашем доме вы бы не хотели открыть займ на ваш дом я говорю знаете что я только что избавилась от этого и здесь мне как как сатана прямо искушение со своим лоном ты знаете я никакого лона слышать не хочу и до свидания он говорит ну подождите подождите я говорю ну а что еще он говорит да ты послушай он мне так говорит ты только послушай и он мне рассказал что какой могут они займ дать на тот дом уже который выплаченный потому что я понятия не имела ввиду какой там еще лон может быть да когда дом уже выплаченный а он мне объяснил что там еще значит есть такой дом что можно взять лон и деньги берешь себе используешь куда хочешь эти деньги хоть на машину хоть на что а оно мне немножко зацепило это я говорю хорошо я подумаю и положила трубку и поговорила с Юром и Юру зацепила а что мы с этими деньгами куда их что бы сделать ну получается ты как бы купил свой дом и заново начал его выплачивать да просто вытягиваешь деньги 30-40-50 тысяч и начинаешь платить банку 5 оказываешься в долгу и платишь опять за свой дом но иногда проблема в том что банк не может тебе дать если у тебя маленький доход или работа нет а вам как бы повезло что у вас есть возможность деньги взять ты говоришь я знаешь такая у меня реакция была это искушение это точно как это искушение мне с этими лом вот и у меня очень долго оно такое было насчет луны ну короче взяли мы этот лон и у нас понемножку с тех пор мы стали вот только брать какой-то вот фиксовать дом продавать потом вот построили и вот так вот понемножечку у нас начался вот наш этот реалторский бизнес и у меня долгое время вот даже этот бизнес у нас по недвижимости да значит мы берем дома старые вот страшные такие и ремонтируем или же продаем их в аренду да и у меня такая была цель что если этим бизнесом заниматься чтобы не было на них долгов потому что меня сильно проучил тот первый дом с этим долгом и значит мы начали этим заниматься и потом уже нет мы этим еще потом после когда Витка у нас родился потом мы начали потом мы серьезно начали заниматься уже слушай вчера у меня Регина спрашивала еще 4 комнаты дом недорогой у вас случайно нету на продажу у нас есть но это в Теннесси 4 часа отсюда это 4 комнаты 2 с половиной ванны я сделала open house прошлое воскресенье у меня на фейсбуке оно тоже есть получается у тебя юра ремонтирует а ты продаешь дом да и сейчас уже сыночек с нами работает я так рада за вас я честно сказать у нас займ на доме мы платим ну а что делать ну небольшой но платим конечно да знаете что друзья дорогие займы это благословение бог мне недавно вот пару лет назад открыл что займ если у вас есть бизнес если у вас приходит доход с этого дома не надо бояться займа у вас вы открываете себе дорогу это еще одна тема как чтобы этот бизнес можно было сделать это ну очень простая система несложно научи нас если у тебя есть время ведь и надо уже ехать скоро нет еще хочешь научи нас немножко бизнесу потому что я только скажу очень кратко и оно доступно всем и вы можете заниматься во-первых если у вас как сказать нет возможности ну очень много есть всяких ресурсов или видов этого бизнеса допустим так самое простое это называется по-английски этот принцип называется BRRRR BRRRR buy renovate rent refinance repeat купи купи отремонтируй сдай в рент переделай заем сделай заем на этот дом возьми деньги с этого дома значит да и с этих денег опять повтори купи новый дом купи другой дом отремонтируй раздай в рент и по цепочке оно пошло пошло и пошло вот и значит в этом бизнесе как бы по недвижимости есть много возможностей как можно участвовать допустим есть партнеры можно устроить как это партнерство значит есть проект допустим ну скажем на на 500 тысяч такой проект пропорти такая да недвижимость или это может быть дом или это могут быть апартменты или это может быть какая-то коммерческий коммерческое здание но это инвестиция ваша да и вы сами вы не в силах ну как взять и купить вот этот вот недвижимость или даже скажем миллион сумму да это кажется страшно большая такая сумма миллион денег да но собираются два три четыре партнера и допустим один партнер может вложить деньги чтобы купить эту недвижимость миллион долларов надо 20 процентов даун пеймент как бы деньги плотишь а 80 процентов уже банк дает заем на 80 остальные 80 процентов вот значит один партнер он имеет возможность 200 тысяч вложить как даун пеймент другой партнер он может взять заем в банке как бы у него подходит кредит у него подходит все документации чтобы взять заем на эту пропорти на эту недвижимость в миллион денег с 20 процентов даун вот и он может оформить другой партнер этот заем потом третий партнер который именно занимается поисками этих вот таких сделок таких вот зданий или же таких вот money producing денежных таких вот коммерческих зданий или же это апартменты или же дома или же коммерческие здания и этот третий партнер он ищет такие сделки он договаривается за цену он делает закрывает эти сделки и он значит следит за этим зданием документацию вся документальная работа вот этого третьего партнера такая задача а четвертый партнер он уже как рабочий он уже занимается фиксирует значит ремонтирует это здание он ищет жильцов в это здание он сдает как бы в рент это здание и следит за за благосостоянием этого здания вот такая вот структура этого партнерства потому что одному человеку ну не под силах купить вот такой вот проект да а когда собирается собирается несколько это все возможно потом еще ребята еще следующий шаг значит когда приобрели вот эту покупку да на миллион долларов 4 партнера и завели это вот здание уже начало приносить прибыль и в течение года оно приходит приносит хорошую прибыль рентовую прибыль мы его не продаем просто в рент рент получаем аренду и оно приносит хорошую месячную прибыль через год приблизительно мы обращаемся в банк показываем банку хорошую прибыль прибыль значит здание оно уже отфиксированное оно уже цену имеет отремонтированное оно имеет цену уже намного больше чем мы купили да и мы в банк идем и опять делаем рефинансирование этого займа да как бы этот лон выплачиваем наш первый партнер который вложил эти 200 тысяч 20 процентов кеш получает свои деньги назад понимаешь и сделали рефинансирование уже как на бизнес уже это здание потом наш финансовый партнер получает свои деньги назад 200 тысяч он их никуда не потерял и получается что мы все 4 партнера вложили ноль денег миллион на здание вложили ноль денег потом потом эти 200 тысяч да наш финансовый партнер он решает опять провернуть их через такую же сделку потому что это ему понравилось это всем нам понравилось и мы опять нас четверо партнером опять ищем такую же подобную сделку ну как такую коммерческое здание мы ищем или же апартменты или же слушай так ты можешь нам через годик центр найдешь такой вот провернем это дело вместе да потому что мы 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 уже говорим что в течение года мы должны насобирать достаточно денег чтобы купить свое здание это прекрасно это прекрасно это цель должна быть у каждого и этим должен каждый заниматься вот ну если только вот вообще не любишь значит недвижимость ну тогда не надо тогда лучше чем-то другим заниматься другие любят делать инвестиции там в золоте или же на стаках или машинах на чем угодно но я именно я люблю недвижимость мне нравится здание вот это real estate мне очень нравится и ты получила свободу я получила свободу я в любое время могу я доступна Давидику в любое время дня и ночи когда надо у меня Давидик первая очередь я могу все отложить и я доступна Давидику но знаете друзья у меня такая как сказать ну цель нужда я такой человек что я не могу только вот дома быть да и смотреть за Давидиком ты как человек нам Бог дал свои таланты как сказать ну кто в чем кто может быть по числам кто может быть по бизнесу кто вот говорить может хорошо кто можно может вот как Олечка наша она организовывает вот такие вот душепопечительные мероприятия она очень умеет хорошо с людьми как-то контактить да каждый по-разному а Диана может Оле бизнесменовские мозги вставить в прошлый раз она мне говорит Оля как ты можешь вы должны за это деньги получать ты себе в первую очередь должна заплатить вам надо спонсоры ребята я просто не досказала пока детки маленькие были Давидик у меня родился в течение пяти лет Бог послал мне такую возможность что я закончила университет по бизнесу и по бухгалтерскому учету здесь в Америке да Господь послал мне такую возможность слава Богу и это тоже очень помогло очень помогло да и поэтому с этим вот дипломом меня приняли на работу в офис к адвокатам это к лоером в даунтауне у нас офис я работала там два года Саша так ты много знаешь про лоеров тоже немножко знаю да потому что вот меня слушают там две дамочки Лара и Таня это наша часть служения открытое сердце Украина и Белоруссия в настоящее время нам надо все обращаться к лоерам и оформлять и наше служение по другим странам то если вдруг у меня будут вопросы по лоерам я буду к тебе обращаться не знаю сколько ты знаешь но будем общаться я не лоер ну и я не могу ничего ни каких советов там не работала я чуть-чуть только знаю что они чем занимаются да ой Диана спасибо огромное очень интересно это это та мамочка которая ехала в Теннессе убегала от своей работы да ребята знаете что нам особенно с такими детками особыми детками у нас есть особая нужда такая чтобы себя в чем-то реализовать как сказать ну не то что в ребенке а как-то себя реализовать или вот у меня такое было я не знаю как у вас реализовать вот в бизнесе или же успешной быть как-то чего-то достигнуть да да вот как женщина проварбс как притчи 30 глава 31 женщина вот у меня какая-то такая потребность была вот хочу поле я только посмотрю на поле я только посмотрю на него у тебя опасные дома у меня весь мир а у тебя это у меня весь мир карта висит да или я посмотрю на дом или же на какой-то апартмент комплекс я говорю господи слава тебе благодарю тебя что ты мне уже это дал я сегодня видео выставила на фейсбук наслаждалась своим офисом тоже знаешь это настолько дорого вот открывать себя достигать чего-то диана расскажи пожалуйста вот особый ребенок у вас четвертый родился как изменилась ваша жизнь мне кажется на все 180 градусов что ты потеряла и что ты приобрела вот чем семья с особым ребенком отличается от семьи без особого ребенка можно это коротко как-то рассказать разницу это интересно ну как я это жизнь пережила а в словах я это еще не передавала такое интересно да я потеряла ну как нормальную как сказать нормальную семью ну как нормальный оборот семьи как сказать нормальные ожидания нормальную жизнь нормальную жизнь как жизнь стала ненормальной с одной стороны и это ненормальное уже стало твоим нормальным да просто ожидания постоянно эти ожидания они у тебя были до какой-то поры как бы эти нормальные или всеобщепризнанные ожидания они уже не перестали быть нормальными. И у меня то, что как у нас с Давидиком уже стало в семье, оно сделало нас особыми, всю нашу семью. Оно сделало меня особой. Оно сделало Юру, моего мужа особым. Всех деточек наших сделало особым. И в том свете, что мы видим себя по-другому, мы можем себя реализовать по-другому. Смотрите, если бы Давидика у меня не было, Юра мне говорил, ну всё, ты получила эту работу у лойеров, значит, у адвоката в офисе, такая работа, только всем бы помечтать, будешь ты там у меня до пенсии работать. И ты радовалась этому. И так он меня благословил. Я думаю, думаю, а я как-то подумала... Какая ещё пенсия, да, в 25 лет? Да, стала считать, думаю, ужас один, меня уже надо пенсию отправить через 20. Думаю, как же, ну ладно, может быть, это у него хорошее намерение, знаете, просто же работа хорошая. А я не согласилась, думаю, ну не хочу я как-то 20 лет ждать до той пенсии. И у нас Давидик, а у меня нужда Давидик, чтобы как-то Давидик, чтобы у меня были трудности с моим начальником, чтобы он отпускал меня, ну, когда надо, Давидику с клиентами встречаться среди митинга. И начальник не был довольный, чтобы я уходила. И я как-то, нет, я не приняла я то, чтобы там сидеть. На девятом этаже в окно смотрю, и как, слушайте, извините меня, собака на цепи. Да. Давидик мой не знаю, как там, и вот так вот, короче. И тоже стало просто, начинайте молиться, начинайте молиться в той ситуации, в которой вот Господь тебя поставил, и ты видишь, что эта ситуация безвыходная, или ты в тисках. И эта ситуация специально Господь посылает для нас, дорогие друзья, чтобы нас поставить на следующий уровень, чтобы нас, чтобы нам открыть то, что мы не могли бы увидеть по-другому. Аминь, да, да. Просто мне очень твоя понравилась история переезда из Вашингтона в Теннесси. Не знаю, куда еду, а можно сказать, ну, без копеек, в кармане, без работы. Мне говорила, начальник мой мне так предупреждал, говорит, Диана говорит, ты подумай, у тебя двое маленьких детей, ты едешь в Теннесси, ты знаешь, что там снега большие, ты знаешь, что там даже в домах туалетов нету. Да, послушай, что нам пишут, нас очень рады видеть. Моя Нина пишет, это жена моего брата, Ниночка, привет. А Таня пишет, рада очень тебя видеть и слышать. А Таня пишет, вы знаете, я думаю, что когда в семье появляется особенный ребёночек, то это, наоборот, сближает родных людей. Не всех, конечно, но это такое благословение. Это истинное благословение от Господа. Аминь. Танечка, мы с тобой согласны, да. С одной стороны, да, не всех это сближает. Многие семьи проходят трудности. Ну, немало мам делились, что семья не понимает, не принимает. Очень трудно. И, да, Нина, очень рада тебя тоже из Вашингтона. Да, очень приятно, конечно. Вот, но я же говорю, если подвести итог вот из этой вот бедственной, можно сказать, ситуации, когда мама обязана работать, чтобы помочь мужу заплатить за дома, у тебя четырёхмесячный ребёночек, который ждёт тебя. Я помню, я вышла на работу, моему старшему уже было, ну, я всё время работала тоже. Я помню, именно она вышла на работу, когда дочери было годико, старшему два с половиной. И я на этой подработе, а тут у меня фотографии детей, и я слёзы эти глотаю. Я работаю, я мозгами с детьми, очень было трудно. И получается, вот так рискнули, через всю Америку переехали, ища вот эту свободу. Свободу. Вот ты вкусила, что такое свобода. Ребята, у меня крылья, я почувствовала эти крылья свои, эту свободу, что, ой, это такое счастье. И это не в деньгах, да я сейчас так живу. Это даже не в деньгах дела. Это счастье в свободе, это реализовать себя, это просто... И через это ты хочешь другим помогать тоже. Аминь, аминь. Вот к этому моменту я тоже пришла, я же вот этот год, как бы сказать, на предприятии не работаю, а дома твою. И Диана свидетель, можете позавидовать, вот там в Украине, Белоруссии сидите. Потому что Диана со мной рядом, она свидетель, она все увидела, что мы здесь строим, творим, готовим. И да, свобода я вкусила, Диана. Вот именно, я не хочу никого обидеть, но одного американского проповедника даже слышала, он сказал так. Говорит, человек создан быть свободным и работать на себя, творить. Понимаешь? А когда ты на работе, ты как раб становишься. Говорит, дай работу от этого слова. Вот эта разница, когда ты работаешь на себя, и ты говоришь, что ты свободная, ты довольно занятая. Ты свободен, ты директор сам себя. Понимаете, я очень занятая, очень, и Олечка тоже очень занятая. Я не знаю, вот даже иногда вот... Ну у нас разница, ты зарабатываешь и не зарабатываешь. Я просыпалась иногда, было время такое тоже, я просыпалась, просыпалась, 4 часа утра, празднусь, но не могу спать. И не могу спать, но у меня уже с вечера списочек, что мне надо сделать, уже 10 пунктов, понимаешь? Да. Вот, но это благословение, друзья, понимаете? Это такое благословение, когда ты работаешь на себя, когда ты реализуешь себя, и когда ты можешь... Ты творишь, ты вот это все тяжело. Потом ты победу получила, ты радишься. Понимаешь? В этом, когда ты молишься, тебе тяжело... Вот у меня тоже у нас проблема сейчас была. Нам, мы начали строить дом, нужны финансы, финансы разошлись, потому что мы еще один проект взяли. Ну, короче, нам надо продать дом, тогда финансы появятся, пока отремонтировать этот дом. Мы отремонтируем, потом молишься, Господи, ты видишь нужду, и все так вот перед Богом. Все перед Богом, друзья. И Бог выходит навстречу. Бог посылает и покупателей, посылает и продавцов, и посылает. Но когда ты на одной волне с Богом, когда ты с Ним это, понимаете? Не когда ты приписываешь, о да, это, понимаешь, это мое достижение. Ты нуждаешься в Боге. Я нуждаюсь в Ним. И все победы ты Ему отдаешь. И все победы Господу моему. Знаете, и чем больше победа, тем больше у меня проект, тем больше опять моя нужда к Господу. Понимаешь? Ты зависишь от Бога. Полностью. Но ты творишь. Ты творец. Ты творишь просто. Вот я вот так описываю. Это чувство хорошее, да? Таня пишет. Украина, Харьков. Ой-ой, Олечка, дразнишься. И я хочу к вам обнять и посетить рядышком. Да, да. Друзья, мы на прошлый раз когда встречались, я думаю, тебе еще это желание не пропало. Но мы уже с Дианой договорились, что она тоже часть служения открытого сердца. Да или нет? Я с вами, друзья. Я с вами. И не знаю, если ты созрела до момента повесить твою фотографию на веб-сайт, но это еще в будущем. Мне надо, чтобы губы не нашли. Это наши. Бог нам посылает разные мозги в это служение. Кого-то бизнесмена, кого-то молитвенника, кого-то... Ну, короче, да. Да, так что мы очень рады. Я просто для меня вот эта встреча сегодня... Оля, нам надо, чтобы у вас было свое здание. Да, аминь. Аминь, вы слышали? И чтобы ваше личное открытое сердце здание, и чтобы это здание, не вы на него проводили деньги, а чтобы оно вам приносило деньги. Ну, давай, расскажи нам, как это сделать. Вот моя команда слушает. Да, все. Надо искать здание, и надо найти человека, который может даунпеймент вложить. Инвестора надо найти. Не инвестора, а партнера, который может быть нашей частью этого открытое сердца. Окей, нашей частью. Надо нашего человека. Вот это наше нравится. Вы слышите, Диана? Инвестора не надо. Надо человека нашего. Который, нашего, окей, нашего, который может вложить даунпеймент. Даунпеймент. Даунпеймент – это сумму небольшую, да, окей. Только даунпеймент, да, снос. Надо найти здание сначала, да. Потом надо найти человека другого. А может быть, это и один человек, который даунпеймент может внести, и который может сделать займ, у которого хорошая кредитная история, и у которого, значит, позволяют, значит, инком и все критерии на лон. Это могут два человека быть. Один, который делает даунпеймент, другой, который… Так получается, это нормально, не тянуть с изъяло на себя, а делиться и вместе даже покупать. Да? В доверии какой-то входить друг к другу. Это партнеры, это должны быть одни, так как вот, открытое сердце. Ну, как-то это подписку друг с друга берешь, да? Обязательно, контракт, это контракт, официальный контракт. Третий партнер, это еще не все, чтобы купить. Третий партнер – это тот, который постоянно ищет эти сделки, потому что… И решим, в Украине тоже здание надо. Учи, учи, давай, мы слушаем. Третий партнер. Это нельзя останавливаться только на этом здании. Ага, окей. Понимаешь? Потом, третий партнер, который ищет сделки постоянно, который закрывает сделки, который договаривается за цену, который… Так ты говоришь, купить одно здание и уже покупать другое здание. Кто-то ремонтирует, кто-то продает. Третий партнер занимается… Третий партнер вот ищет эти сделки. Я это на бизнесовую схему поставила. Да, да, да. У вас может быть, только, может быть, эти… Оно четыре, надо все равно. Потом, четвертый партнер, который просто смотрит за этим зданием, ремонтирует, фиксирует, мейтен сделает. И это надо, чтобы было частью этой… Они чтобы были, как сказать, доверенные, открыто сердце. Не чтобы какой-то посторонний инвестор, а такого человека найти. Как бы вот этот бизнес приписать к нашему служению озвал тоже. И получается, пока ты людям помогаешь, служишь, ты в то же самое время зарабатываешь какие-то деньги. Ты можешь… А, ну, это все было реально, чтобы Бог послал нам четыре партнера, которые делают то, что надо в служении. Понимаешь, почему четыре партнера? Потому что эти четыре, они, ну как, в корне заинтересованы в этом служении. И в этом… Это уже как в этом, ну, бизнесе. Это как бизнес. Это будет другая сторона, как бизнесовая сторона. Угу, угу. И в то же время и служение поддержат. Да. И получку людям дадут какую-то… Понимаешь, с этими четыре партнерами, надо, чтобы они такие были. Это надо только Господь может послать. Потому что эти четыре партнера, ты, такие, они обычно в таких сделках, когда собираются, они, ну, как… Потому что мысли могут… Должно быть открытое сердце. Должно быть, вот. И должно быть доверие. Да. И доверие, и без обмана. Потому что спать ночами не будешь, если по-другому… Знаешь, Диана, я не бизнес-вумен, можно сказать так. Хоть в это время, когда мы входим в аренду зданий, я включила, какие-то бизнесские мозги уже нашла там. Без бизнеса никуда. Ну, смотри, я не всегда понимаю до конца, что мне говорит человек, но я всегда понимаю, что если мне что-то говорит человек по отношению к служению, я складываю сердце, как Мария. Да. И оно произрастает. Было то же самое вот последний сентябрь. Мне говорят, вам надо сделать служение, конференцию для особых деток. Я говорю, Господи, я же одна, кармане ноль. Сделали? Ты свидетель, правильно? Это чудо было. Точно так же и здесь, даже если у меня недостаточно знаний в бизнесе, ты уже даёшь эту идею, я верю, я принимаю её как от Бога. И я верю, Бог поможет. Что же нам там Таня пишет? Олечка, не поверишь, сегодня с дочкой и с Ташей говорили, тут старенькое здание. Вика говорит, его дёшево купить, сделать капремонт, ремонт и продать дороже. А на вырученные деньги приобрести ещё здание более лучше. Ах, прямо как вы говорите сейчас. Представляешь, Тань, да, это Украина. Это Украина. И у нас и Беларусь слушает, и многие другие страны. И просто Бог проговаривает. Знаешь, Бог не будет за нас что-то делать. Вот я вот свидетель. Вот Бог посылает тебе и моя жизнь, как ангелов. Через них тебя обнимает, вытирает твои слёзы. Отвечает на твои вопросы. Но через людей Бог работает в твоей жизни. Ну, я не могу просто, ну, может быть, я буду не права, но я не могу просто так сидеть, ничего не делать, и мне упадёт с неба миллионное здание. Правильно же? Я должна что-то делать. Надо идти и делать. Вот, Лара нам лайки ставит, да. Сёстры, спасибо, что вы с нами, нам даже интереснее общаться. Я прошу, кто из вас слушает нас, молитесь вечером, Дианочке, домой ехать 4 часа пути, чтобы Бог хранил. Слава Богу, дождя нету, и я тебе скажу, в ночь не затягивай, потому что мы ехали через горы. Мы в прошлый раз с Оксаной ехали через горы. Мы когда ездили таксу делать, едем домой. Ночь на улице, темно, а у меня что-то здесь колесо, ну, это самое, горит, что спущенное, да. Но оно иногда показывает от мороза. И горы, знаешь, такие высокие горы, что ты едешь в решение, и ты не видишь верха горы. И ты как будто через ад проезжаешь. Без ламп, дождь с ведра льёт, горы такие страшные, дорогу еле-еле видно. Мы с Оксаной таки поедем, едем, или этот руль держим. Честно сказать, было очень страшно. Я там не еду, я через Атланту еду. А вот мы ехали тебе через Атланту, а назад, не знаю, по какой дороге поехали, было страшно. Поэтому молите, чтобы Бог хранил её в пути. Лара, я не знаю, если вы слушали сначала, но на первой части мы прервались. Батарейка в аптапе, ну, разрядилась. Обязательно прослушайте первую часть, но принимайте Диану. Это часть нашего служения «Открытое сердце». Боже слава тебе за каждую женщину. И хочу ещё одно чудо рассказать сегодня. Тоже очень близко общалась женщина, у девочки очень сложный характер. И она тоже готова поднимать и эту тему, потому что есть детки, которые кажутся не особенными. Тяжёлые детки. Тяжёлые, очень тяжёлые. И тоже она готова эти темы поднимать и поддерживать таких родителей. Ну что, будем прощаться? Да, уже жалко расставаться. Сможем ещё много чудес поделиться. Хватит, да, на сегодня? Да. Хорошо. Ну, спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире на Фейсбуке. Диана, это чудо. Только позавчера она мне сказала, Оля, буду в твоём районе в пятницу примерно. И вот мы встретились. Чудо. Она очень много нам помогла. Бухгалтерию научила нас, Оксаной, как делать. И таксы некоммерческую, вот эту организацию первый раз в жизни нам сделала. И слава Богу, бесплатно. Я тебе очень благодарна, потому что это очень дорого стоит. А Бог открыл её сердце, она сделала. Я, честно сказать, в прошлом году где-то как минимум год искала такого человека, кто бы мог мне это сделать. Очень благодарна, Диана. От всех нас тебе благодарность. И знаете, как я с ней познакомилась? Были на женском служении. Лена Никитская организовала. Я уже давно знала тебя, Уленька. Нет, ну а я вот помню, я вот что-то сижу, и я говорю, что мы организовываем проект Пазл Илюши. Это ты была или кто-то? Кто-то сидит, говорит, так это вы. И потом уже не успели мы закончить это служение. Диана подошла меня, обняла, и слёзы на глазах. Я просто... У тебя, наверное, всегда слёзы на глазах, да? Она меня обняла, и мы без слов поняли, что мы родные. Ну да. А когда у человека слёзы на глазах, то-то, значит, человек что-то прошёл. И без слов тоже тебя понимает. Добро пожаловать. Ух, Лара уже тебя приняла. Дианочка, сблагословляем доехать домой с Господом, ангела-хранителя. Да, в нашем служении уже вообще-то две Дианы. Диана Снегур, она мне строит сайт русский. Это Диана Галас. Вот, вот, Боже мой, благодарю тебя за таких вот классных людей в моей жизни. Хорошо, всё, мы тебя уже благословили. Таня у нас молитвенница, она будет за тебя целый вечер молиться. Таня, следующие четыре часа не спи, я понимаю, что у вас уже темно. Пожалуйста, молись с Дианой. Таня, я лично скажу тебе, Танечка, я очень ценю молитвенников. И эти молитвы, которые ты произносишь, каждое слово, каждая минута твоей молитвы, я очень лично ценю и благодарю. И благословляю тебя на эту молитву. Спасибо. Таня, я пошутила, не надо четыре часа молиться. Мы знаем, что Бог их Диану сохранит. Да, слава Богу. Окей, ну всё, друзья, мы будем прощаться. С вами были Ольга Нищенко, Диана Галас, программа «Открытое сердце». Это была вторая часть, первую часть прослушайте на моей фейсбук-страничке немножко раньше. И через пару дней вы это всё сможете услышать на ютуб-канале и, конечно, делиться дальше. Диана, спасибо огромное, что открыла своё сердце, поделилась. Такой трогательной историей, особенно трогательной, трогательной, когда тебе врачи сообщили вот эту новость, что ребёночек особенный, как у него шейка не такая, глазки не такие, и как ты с Богом спорила. Спасибо. Потому что не каждый готов ещё рассказывать всю правду, а вот именно правда трогает человека. Вот именно правда. Хорошо. Что ты скажешь об этой книге правды? Ты когда читала, удивлялась, насколько она правдивая? Тебя не трогала моя, за сердцем моя правда? Мне очень трогало. Жило было читать или писать. Мне очень трогало. И это очень правдиво, ну как благословенная правда, которая касается. Она касается, и это пережитое. А если бы я скрыла кое-что, ты бы прочувствовала, что не дописала. А если бы ты скрыла, да, оно было бы поверхностное. Ну не касалось бы оно так. Да, да, вот у нас и открытое сердце служение. Спасибо тебе, Оля, за эту книжечку и за открытое сердце служение. И самое главное, слава Господу за то, что ты приняла своего сыночка, ты выносила его. Ты дала ему эту возможность жить ему семь месяцев. Благодарность тебе, что через эти семь месяцев Бог произрастил с тебе вот это прекрасное служение. Да. Мне еще такого никто не говорил. Спасибо тебе. Мне говорили спасибо, что книга написала. Спасибо, что служение делаешь. Вот такого, кажется, никто еще не говорил. Спасибо, что ты сохранила ему уже эту стимулирую. Да, блин, когда. Да, сейчас заплачу. Ну все, с Богом. Пока. Танечка, спасибо за молитву. Таня, половина. Всем, кто нас слушал, спасибо. Нам очень приятно, что вы с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»